Хорошо, прекрасно, мне тоже всё видно. Итак, смотрите, у нас сегодня с вами задача разобраться, как привести в норму, не люблю слово похудеть, своё вес-ростовое соотношение, потому что Боженька придумал нас каким-то таким, понятно, запасом прочности, но в принципе каждому росту примерно соответствует какой-то оптимальный вес, при котором вы не разрушаетесь, как шарнирный механизм. Более того, когда вы выходите из берегов по весу, это некрасиво выглядит в зеркале. Во-вторых, сложно подобрать одежду. В-третьих, многие из нас начинают комплексовать, ходить с психологом, всё классно, но просто, может быть, не помогают психологи, может быть, всё-таки нужно поставить вес в норму. Для меня, как для доктора, я сейчас представлюсь, я врач-кушер-гинеколог, генетик, и я человек, который давно занимается этими вопросами, для меня очень важно то, что с течением времени, вот не сразу, а с течением времени лишний вес приглашает к себе большое количество болячек. Сегодня тоже об этом поговорим. И кто хочет жить долгую жизнь без болячек, просто нужно реально иметь нормальный вес-растовой соотношений. Друзья, я против слова «худеть» — это от слова «худа». Я за слово «стройнеть» от слова «строить», потому что я вижу худых людей, которые всё равно себе не нравятся. И я вижу людей, которые имеют красивые тела, а это значит, что там и мышцы с мышцами всё в порядке, и косточки плотные и так далее. Сегодня также я расскажу, почему не получается похудеть, что делать, если у вас гипотириоз или инсулинорезистентность, или вы в менопаузе, и поэтому не получается похудеть, и почему раньше вы садились на яблоки, худели, и всё было хорошо. Сейчас вы садитесь на яблоки и не худеете, и потом ещё набираете дополнительный вес. Это тоже нужно понимать. Какая программа встречи? Расскажу, как уберечься от болезни цивилизации, потому что у меня академическое медицинское образование. Но не буду я вас сегодня мучить всякими академическими вещами. Просто ваша задача понять. Так, я, допустим, в метаболическом синдроме, но из него легко выйти. Или нет, я уже в инсулинорезистентности. Это уже капец как плохо, но я всё равно из него выйду. Вот она мне поможет. Или, возможно, у вас уже сахара утренние скачут, и это сахарный диабет второго типа. И всё равно, друзья, всё равно есть, конечно, точки невозврата, но они уже где-то там. Все, кто смог сегодня ко мне присоединиться в Zoom, они в точке возврата. Поэтому будем работать. Мы с вами разберём истинные причины лишнего веса. В чём особенность сбора веса, если вам больше 40 лет? Почему, опять-таки, не хватает ни силы, ни воли? Почему диеты не помогают? Почему даже если вы сбросили и получили хороший результат, потом всё это дело возвращается рано или поздно, так или иначе? То есть, фактически, ответ на вопрос, как постранить навсегда. Но вот эти основные моменты мы с вами разберём. Я, конечно же, заготовила в подарок вам кулинарную книгу. А вот эта книга с большим количеством блюд низкоуглеводных во питание, которые легкие приготовления, это не для ленивых хозяек. Я с этим не согласна. Любая женщина, которая обучилась готовить блюда низкоуглеводного питания, это умная женщина. Какая же она ленивая? Нет. Просто вкусно. И главное, что худеет. Вся семья стройнеет. Вся семья начинает лучше выглядеть. Как получить максимум? Я вижу Евгения с видео и так далее. Я вижу девочек, которые с видео. Вот да. Постарайтесь, просто послушайте меня. Просто послушайте меня один разочек. Отложите все свои дела. Может быть, займите удобное положение и просто послушайте. Потому что я сегодня вам даю выжимку, ту, которую получила. Это, понятно, эти годы обучения. Боже, это и медицинское училище два года, два с половиной. Потом медицинский университет шесть лет. Потом интернатура два года. Потом годы работы. И вот я уже очень давно работаю как нутрициолог. Представляете? Я за сегодня вам прям выжимку дам. В моих словах правда. За моими словами огромное количество результатов. Поэтому не заглядывайте в телефон, не отвлекайтесь. Может быть, что-то записывайте. Вот это так важно. Потому что вы не будете пересматривать эту запись. И я обязательно отвечу на ваши вопросы. Потому что я заинтересована в том, что у вас каждый из нас немножко думает, что вот у меня болячка. Она уникальная болячка. Или у меня такая болячка комбинированная. Вообще это уникальная ситуация. И вот первый раз в жизни больше никогда и ни у кого такого не было. Хорошо, окей. Если вы так думаете, я тоже так думаю. Давайте разберём, как вашу уникальную ситуацию всё-таки можно решить. Вы пока опишите, из каких вы городов. Потому что важно. У нас сейчас создаётся групповая динамика на самом деле. Я одно время думала работать всё-таки консультациями. А потом решила, увидела на практике, что группы работать намного результативнее. Поэтому у нас сейчас запускается групповая динамика, характерная для группы. Поэтому пишите, где вы, откуда, как вас зовут. И смотрите нашу географию. Замечательно. Ну а себе, кто вдруг первый раз, тоже единичку поставьте, кто первый раз меня видит вообще. Да, моя специальность врач-акушер-гинеколог. Почему? Потому что я хотела работать с женщинами. Почему я хотела работать с женщинами? Они чистые. И, как правило, им есть дело до своего здоровья. Вот и всё. Вот. Мужчины, я видела, они имеют минимальную мотивацию ухаживать за своим здоровьем. Но это было тогда, когда я выбирала специализацию. Поэтому я акушер-гинеколог. Вторая причина, почему я акушер-гинеколог. Я на четвёртом курсе, на третьем курсе медицинского университета поняла, что мы не лечим патологию. Ну, как бы в народе говорят, мы её залечиваем. Но на самом деле облегчаем страдания пациента. Вот. А основные причины патологии, например, большого веса. Ну, как бы доктор меньше всего любит заглядывать в вашу тарелку. А я поняла, что именно оттуда всё начинается. Вот. Поэтому я хотела заниматься профилактикой. Ну, как профилактикой заниматься? Ну, если я не хочу лечить, значит, буду принимать новых людей на белый свет. Я стала акушером. Ну, ясно дело, гинекологом. Вот. Но в тот момент стране не нужны были акушеры. Была очень низкая рождаемость. Это была Украина. Начало нулевых годов. И, ну, в общем, рождаемость была низкая, а пороков развития много. Поэтому я стала генетиком ещё. Вот. Но всегда хотела работать. Смотрите, я хотела с женщинами работать, да ещё с умными женщинами, да ещё и с здоровыми женщинами. Вот как доктор может ставить себе такие идиотские цели. И в конечном итоге, благодаря тому, что я на интуитиве вела целое направление, называется сейчас нутрициология. Боже. Я в нутрициологии с 2004 года. Тогда эта нутрициология не называлась. Я думала, что я занимаюсь просто сам просвет работой, друзья. Я вам сегодня, с одной стороны, ничего нового не скажу, а с другой стороны, это будет выжимка вот этого всего моего опыта. Вот. Соответственно, скажу вам очень много всего. Вот. И в конечном итоге, я так давно занималась этой нутрициологией, что можно сказать, что я один из основоположников, что ли, нутрициологии. Потом я решила написать всё, что знаю в виде текста. И родилась книга, которая называется «Старости нет». Сейчас её можно на русском, на украинском читать и на английском. И вот ко мне ещё пристают, давай переведём на болгарский. Ну, если обход моего мозга, то можно. Сейчас я живу в Болгарии, город Варна. Приезжайте в гости. Вот. Потом я некоторое время ещё поработала с помощью книги, потому что это очень удобно. Я вам даю читать книгу. Вы ловите какие-то свои осознания, меняете стиль жизни, делитесь со мной результатами. Прикольно. Но потом пришёл ковид. И как-то люди, я не знаю, замечали ли вы или нет, но они стали больше... Немножко мы упростились все. Как-то надо было ещё упростить информацию, так скажем. И люди перестали много читать, люди начали много смотреть. Ладно. Много смотрим. Значит, я сама много смотрю, очень хорошо заходит аудио, видеоматериал. Прекрасно. Значит, тогда я создала прям целую систему омоложения, которая называется «Старости нет». Она и оздоровление, и омоложение, и постройнение. Интересно тем, что это инструкция по эксплуатации тела. Сегодня немножечко об этом расскажу. Ну и, соответственно, ещё большее количество людей стали получать результаты. У меня прямо образовалась огромная копилка результатов на все случаи жизни. И я никогда, знаете, я стала относиться к себе более трепетно, потому что... Вот почему, например, я не стала работать как кардиолог? Потому что я чётко понимала, я не хочу обманывать пациента. Он ко мне пришёл с высоким артериальным давлением. Я могу дать гипотензивные средства. И что? Я снижу ему, конечно, давление. А патологический процесс? А он идёт своим путём, патологический процесс. Получается, я замыливаю симптом и обманываю пациента. Я не хочу так. Поэтому я не стала кардиологом. И тут вдруг я такая вся. Делаю систему, которая называется «Старости нет». Люди убирают лишний вес. Всего лишь 10% от веса своего убирают. И у них нормализуется давление. У каждого. У каждого, друзья. То есть можно сказать, что я волшебным образом лишаю людей такой большой проблемы, как высокое артериальное давление. Соответственно, человек себя спасает от инсультов, инфарктов, преждевременной гибели. Если бы мне такое сказали 20 лет назад, Бахтина, ты будешь вообще спасать людей от высокого давления, я бы сказала, ну это невозможно. А что, я стану магом? Ну вот так вот, разве что, понимаете? То же самое происходит с инсулинорезистентностью. Я вам сегодня подробно расскажу, что это такое. Друзья, нет таблетки от инсулинорезистентности. Многие думают, я буду есть всё, что хочу, буду полнеть, потом придёт инсулинорезистентность. А доктор мне умную таблетку даст. Нет. Вот как зашли в проблему через еду, так и выйти нужно из проблемы через еду. То же самое с сахарным диабетом второго типа. Да, не снимут вам диагноз диабетом второго типа. Напишите, если вы себя узнаёте. Лишний вес, инсулинорезистентность, диабетом второго типа. Если я проговариваю сейчас ваши проблемы. Но мы можем сделать так, что вы будете жить в диабете второго типа. Но портится внутри, вы не будете. Вы остановите гликацию. Самое опасное, что бывает при диабете. Что происходит вообще при диабете второго типа. Уникальным образом мы работаем с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Я в прошлом аллергик. Это была настолько яркая такая аллергия, что летом я могла зайти в помещение, где срезанный букет цветов, нюхнуть эту пыльцу. И всё лето у меня сопли, слёзы и так далее. Нет аллергии уже 20 лет. И не только у меня. И так далее. В том числе проблемы с щитовидной железой. Там сложнее, но мы всё равно очень хорошо работаем. Представляете? Получается весь букет хронических заболеваний, но у нас очень хорошо получается. Через что? Это магия? Нет. Это просто понимание, как заботливо ухаживать за своим телом. Вот я бы так сказала. Почему сегодня тема такая «Лишний вес»? Может быть, вы, конечно, ко мне пришли с другим запросом, но вы знаете, два ключевых запроса сейчас, которые я вижу. Первое. Красивые женщины хотят ко мне с вопросом анти-эйдж. Красивые – это в оптимальном вес-растном соотношении, нет вопросов по лишнему весу. Но это девочки, мне полтинник. Соответственно, у меня слушатели от 40 и старше. И это люди, которые уже заботились, «Лена, как выглядеть на 10-15 лет младше?» Вот это то, ради чего я каждое утро просыпаюсь, залажу в свои любимые удобные кроссовки и бегу на свою физическую активность, почему я занимаюсь танцами, почему я не съем лишнего кусочка. Вот это меня ведёт, потому что я хочу быть просто красивым человеком. Но второй запрос по частоте – это именно запрос по лишнему весу. Когда пропустил гол в свои ворота, сначала 2 килограмма не заметил, потом это уже 5. Мне женщины говорят, «Боже, Лена, я каждую неделю взвешиваюсь плюс килограмм, плюс килограмм, плюс килограмм. Мне страшно. Тело остановится или оно не остановится?» Оно само не остановится. То есть надо понять, что даже если ты кушаешь, как всегда, и физическая нагрузка у тебя, как всегда, но тело добавляет, 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 значит, нам придётся что-то поменять. Значит, ты уже не можешь жить по тем привычкам, по которым ты жила раньше. Почему я цепляюсь за тему лишнего веса? Друзья, вот любая девочка мне говорит, «Лена, у меня 5 основных проблем». Кстати, вы можете сейчас мне написать. «У меня вот столько-то основных проблем». Двоеточие. Потому что я хочу, чтобы у нас был такой, знаете, тренинг немножечко. Я сейчас вас прошу актуализировать ваши проблемы. Допустим, у меня головные боли, лишний вес, боль в пояснице. Ну что у вас? Подсобирайте. У кого-то 3, у кого-то 5 пунктиков. Так вот, когда я смотрю на вот эти вот 5 пунктиков, которые называются «жалобы человека», я, так как имею медицинское образование, сразу выявляю самый важный пунктик. И самый важный пунктик, как всегда, как обычно, это всё-таки лишний вес. Потому что этот лишний вес даже не ожирение, друзья. Вот даже не ожирение. Удивительно, но даже не ожирение. А вот когда талия вышла из берегов, и у женщины стало больше 80 сантиметров, потому что накапливается висцеральный жир, а этот висцеральный жир уже делает, что хочет. Это и приближение инсультов, инфарктов, потому что вырастет артериальное давление. Это и инсулинорезистентность, потому что уровень инсулина растёт. Соответственно, больше ошибок в питании, инсулин заставляет кушать. И потом сахарный диабет второго типа. И вот эта инсулинорезистентность, когда уровень инсулина в крови высокий, помним, инсулин — это гормон, который заставляет расти клеточки. Он нажимает на рецепторы к себе, к инсулиновой рецепторы, и эта клетка начинает ошибаться. Она начинает быть способной к пролиферации, то есть к размножению выходящему за пределы нормы. И это ведёт к онкозаболеваниям. Я уже молчу о том, что лишний вес — это неправильная и чрезмерная нагрузка на позвоночник, на тазобередный сустав, на коленный сустав и так далее. Вот попробуйте, друзья. Я вот, я... Может быть, не всех успею, да, но вот прям вычленю, когда мы и буду отвечать на ваши вопросы. Из ваших трёх-пяти жалоб мы попробуем найти самое главное. Например, мы убираем лишний вес. Опа-на! Значит, снизится артериальное давление, значит, перестанут болеть суставчики, значит, перестанет болеть желудочно-кишечный тракт. Мы наладим его, потому что будет меньше потребности в еде, и эта еда перестанет разрушать желудочно-кишечный тракт. Понимаете? То есть как бы за одну верёвочку начинаем тащить, тянуть, и клубок... Вы думаете, у вас клубок неразрешимых проблем? Нет. Клубок можно распутать. Поэтому давайте так. Вы делаете всё, что от вас зависящее, а это делать пометочки. Потому что это важно. Один раз вы стройнеете, смотрите, один раз. Вы разбираетесь, как стройнеет через еду, через понимание, через оптимальную физическую нагрузку, через нутрицелогическое сопровождение и так далее. И это становится вашим козырем, вашим пониманием на весь остаток жизни. Это как один раз стал богатым, не случайно, а вот прям через бизнес. Стал богатым. И ты даже если теряешь этот источник дохода, теряешь это богатство, ну что-то такое происходит, ты всё равно можешь повторить точно так же и со здоровьем, друзья. Поэтому да. Получите ли вы рецепт от избавления от болезни цивилизации? Однозначно. Прямо на вебинаре вы не сбросите лишний вес. И прям на вебинаре не уложите статику тела. Но вы получите прям инструкцию к деятельности. На ближайшее, ну не знаю, считайте так. За один месяц уходит 2,5-3 килограмма лишнего веса. Вот и посчитайте, сколько у вас лишнего, сколько, со скольким количеством килограммчиков вы хотите проститься. Поделите на 2,5 или на 3 и поймёте, за какой промежуток времени вы можете получить вот второй пунктик, сбросить этот лишний вес и улучшить, соответственно, эстетику тела. Будете нравиться себе в зеркале. Да я знаю, что вы себе нравитесь. Я знаю, что сейчас психологи работают. Слава Богу, с нами работают психологи на тему принятия себя самой. Но всё-таки, когда приходишь к зеркалу, подходят к зеркалу без одежды и нравишься себе, просто потому что, ну, глаз не зацепился ни за что такое, чтобы тебя расстроило, это прекрасно. Вот, это действительно реальный шанс поменять и мышление, потому что люди аккуратные по телу, они аккуратны в отношениях, они аккуратны в подборе друзей, они аккуратны в финансах и так далее. Это действительно улучшает и жизнь, и карьеру, и так далее. Порядок во всём. Вот. Почему такое большое количество людей находится в лишнем весе, хотя есть огромное количество людей, которые побороли эту проблему? Ну, может быть, недостаток мотивации, может быть, медицина, которая нами занимается, она нами занимается с определённого момента, когда есть уже болезнь, которую, в принципе, можно лечить. Есть вот такое вот как бы осложнение. А пока это просто лишний вес, а пока это талия больше 80, ну, у доктора нет на вас полтора часа времени, у меня сейчас на вас полтора часа времени, у доктора нет полтора часа времени, чтобы прям уделить вам, рассказать о важности углеводов, проверить суточную норму белка, съедаете ли вы, объяснить, что вечерние жоры – это не психологическая проблема, а это высокий уровень инсулина по вечерам. Ну, нет такой возможности у доктора. Поэтому доктор очень часто как бы, «Ай, давай я тебе вот укольчики, давай я тебе какие-нибудь лекарственные препараты, вот, и вообще, отстань от меня, пожалуйста, найди себе нутрициолога», – говорят доктора, «И пусть он с тобой долбается». У меня таких людей, студентов, очень много, которые пришли ко мне в систему старости нет, потому что услышали вот такую простую фразу от своего доктора, «Ты знаешь, у меня нет времени тебе всё это объяснить, найди себе нормального нутрициолога, и пусть он с тобой долбается». И мы с удовольствием, мы не долбаемся, мы сотрудничаем с нашими студентами, мы получаем каждую неделю результаты, и мы видим, ну, не знаю, это волшебные истории преображения. Да, ну ещё что должна сказать, друзья, почему так важно быть лучшей версией себя не с точки зрения достигаторства, а с точки зрения, вот, как я себе понимаю, у меня трое детей. Моим старшим, Анастасия и Максим, 29 лет, о моей младшей, 24 года, Ульяна. И я, женщина, которой сейчас 50 лет. Смотрят они на меня, как я себя чувствую? Сейчас, конечно, смотрят. А я себя чувствую хорошо. Я сегодня купила прекрасное новое красное платье, и знаете, что я сегодня сделаю в нём? Я сегодня пойду на танцульни. Это будет танго! И обязательно сброшу им видео, потому что я в этом платье изумительная. Вот. И я специально делаю так, чтобы меня видели дети. Потому что я сейчас закладываю в них жизненную доминанту. Вот смотри, Настя, я ей говорю, не говоря. Когда тебе будет 50, ты будешь блистательна, ты будешь красива, ты будешь здорова, у тебя уже будет финансовая обеспеченность, у тебя будет чуть больше свободного времени, и ты будешь заниматься своими хобби. И тебе ничего не будет мешать, никакие болячки. А теперь смотрите другая ситуация. Женщина, которая в 50-60 имеет разрушенное здоровье. Дети смотрят, ну, Боже, это мне тоже такое в 60 будет. Понимаете, куда мы целимся? Мы на самом деле целимся в будущее, когда работаем над собой. Более того, если дети ещё с вами, и кто-то из них имеет неоптимальный вес, как маленький, так и большой, и вы с мужем, вот я с мужем прожила 10 лет, и он добавил за эти 10 лет 17 килограмм лишнего веса. Потом что-то у меня произошло, ну, позитивные сдвиги в моём сознании, вот, и он сбросил, ну, не 17, он сбросил 15 килограмм лишнего веса. И теперь мы вместе работаем над собой, чтобы и нашим детям, внуков ещё нет, показать позитивный пример. То есть, если вы кормите свою семью, и семья расползается, значит, вы кормите неверно. Почему я общаюсь только с женщинами в основном? У меня на курсах 99% женщин, потому что они готовят. Готовят верно или неверно. Верно. Это значит позитивный пример, здоровье и всё такое. Неверно. Это вы крадёте годы жизни у своего мужа. Вы крадёте веру в то, что старости нет, и это не страшно взрослеть у своих детей. Потому что что? Кормите неверно. Надеюсь, это понятно. Это я, друзья. Это 2010 год, и мне здесь, надо посчитать, я 1974 года, кто посчитает, но, по-моему, мне здесь 38 лет. Чётко помню, что ещё 40-е-то не было у меня здесь. Это вид на парламент будапештский. В общем, по моим ощущениям, мне было далеко за 40. Я перестала пританцовывать, когда слышала прекрасную музыку. Мне стало сложнее ходить на каблуках, хотя я на каблуках была всегда. У меня обвис живот, грудь, появилась какая-то холка и так далее. И я себя тихонечко стала ненавидеть. Но думаю, ну что я хочу? Мне уже скоро 40. Давайте выпьем воды. Вот такая вот вещь. Лишнего веса было всего лишь 4 килограмма, друзья. Но вы видите пузико? Вот это вот был висцеральный жир. И когда я увидела эту фотографию, это не самая плохая фотография просто, друзья. Я тогда сделала тысячу фотографий, потому что была прекрасная поездка. Эту я распечатала. Почему она у меня сохранилась? И я её поставила в рамочку на видное место. То есть это была более-менее фоточка. Вот потом я поняла, что я так больше не могу. Я так не хочу. Ну если у меня здесь 40 нет, то как я буду в 50 выглядеть 60-70? И у меня включился мой медицинский мозг. Просто включился мой медицинский мозг. То есть я не помнила, друзья, я не помнила. Вот, например, яйца. Это белки, жиры или углеводы. Я не помню. Вы уже знаете. Вы это уже выучили, да? То, что вы интересуетесь здоровьем. А я врач. Боже, как я могла это не помнить? Я помнила одно, что я кормила свою семью по пирамиде питания. Вот как ВОЗ говорит, Всемирная организация здравоохранения, как мой областной кардиолог, это часики, говорит, я так и кормила. Но мы раскабанели, просто увеличились за эти 10 лет совместной жизни с мужем. Вот, соответственно, тогда я провела эксперимент на себе. Друзья, я вернулась в оптимальный вес ростового соотношения за две недели, потому что у меня лишнего было всего лишь 4 килограмма. Может быть, у вас больше времени уйдёт, ну, уверенно, если больше лишнего. Но то, что вы вернётесь, я вернулась в вес и объёмы 25-летия, вы тоже вернётесь. У меня поменялся образ жизни в сторону более подвижного, и у меня появились прям двигательные хобби. И тогда, и тогда, когда я поняла, что я помогла себе, что я помогла Юре, это мой муж, что я помогла, у меня двое худых детей, а Анастасия, она такая, такая плотненькая. Вот, Анастасия на меня смотрела, смотрела, и последняя прорвала оборону. Ну, в общем, стала есть так, как я, и вообще стройняшечка, красивяшечка, мужчины не могут просто не смотреть на неё, потому что она просто секси, просто секси. Вот такая вот вещь. И тогда я поняла, Боже, если я полезна своей семье, значит, я и вам могу быть полезна. Прошло столько лет, и вот я вас вижу, мы, наконец, встретились. Да, у меня есть такая вот, я реализованная женщина, я помогаю другим женщинам быть очень красивыми. Вот, так как эта жизнь, эта информация точно изменит вашу жизнь, мы начинаем. Давайте начнём с болезни цивилизации. Вот смотрите, на нас сейчас не работает естественный отбор. Ну, то есть, что такое естественный отбор? Я видела, как маленькие утятки плавали в речке, и было семь утят, вот, а одного утёнка прямо на моих глазах схватил гларус, это большая такая чайка, вот, и тут же сожрал. Прямо на моих глазах. Это естественный отбор, друзья. В человеческом обществе естественный отбор не работает. У нас нет хищников, которые за нами гонятся, но у нас работает социальный отбор. Социальный отбор, ты дожил до 50, до 60, ну, ладно, до 70 доживёт далеко не каждый. 80, это, даже у меня есть такая фраза, спасибо, что вы 80 лет, вот, я у вас хочу спросить, как у вас это получилось. А вообще-то 80 лет, это должен, ну, мы все должны доживать в здравии до 80. Когда я вижу 90-летнего человека, я ему кланяюсь, скажу спасибо, говорю спасибо, что я вас вижу, и опять-таки спрашиваю, как вам это удалось. А 100-летних лично я ещё не видела, друзья. А у нас, мы чело-век, чело, что живёт век. Почему нет? Так вот, у нас с вами работает социальный отбор. Если вы неправильно питаетесь, на вас накидывается не хищник, а болезнь цивилизации, просто болезнь цивилизации. Я не буду давать вам нудные какие-то такие, нудную информацию, но имейте в виду, что есть Всемирная организация здравоохранения, к которой стекает вся информация о смертности, от чего мы умираем. Так вот, 55 миллионов человек умирает ежегодно в мире, и знаете, от чего? Нет инфекций, а от неинфекционных заболеваний. Это инсульты, инфаркты, рак, диабет, хронические заболевания людей. И всё это мы с вами можем профилактировать. Я вам обещаю. Вы можете сделать, что к вам инсульт не придёт, инфаркт не придёт, сахарный, диабет не придёт, рак не придёт, потому что инсулин, помните, пролиферативный, и не испортится ваш сустав. Только это нужно сделать для себя. Друзья, две трети от умирающих каждый год 55 миллионов человек умирает от того, что неправильно строят тарелку. И главное, ничего не происходит. Что будет, если с этим ничего не делать? Будет то же самое, что мы имеем сейчас, друзья. Поэтому я знаю точно, я до всех не докричусь, но вы здесь, вы со мной, поэтому мы разберёмся, и у нас точно будет результат. И мы не такие. Вот смотрите, раньше у нас был дефицит питания. Точно помню, что моя бабушка, даже мама моя говорила, что был дефицит питания. Бабушка с дедушкой уходили на работу, а мама оставалась одна, будучи маленькой, в доме, и всё, что было поесть, это кусочек хлеба и варенье. И она ела кусочек хлеба и варенья, потом приходили родители, и была картошка ещё с чем-то. Вот это был дефицит питания. На нашем веку моментально всё поменялось. Зайдите в супермаркет, вы там можете что угодно купить. То есть, у нас произошла смена парадигмы от недостатка еды до вседозволенности в пищи, и мы не можем к этому приспособиться. А должны быть. Если не приспосабливаемся, то что? Нас будут догонять болезнь цивилизации, и мы подвержены социальному отбору. Кто доживёт до пятидесяти? А кто доживёт до шестидесяти? И это будет доживание или это будет полноценная жизнь? Смотрите, как глубоко. Смотрите, раньше то, что было лакомством, сейчас стало едой. Бабушка мне рассказывала, что если она была прекрасно вела себя, хорошей девочкой была, то её дедушка приглашал вечером зайти в какой-то чуланчик, где хранился головка сахара, чёрный сахар. Он ей отколупывал, как-то отбивал кусочек, это была конфета, и давал ей в качестве лакомства. Ваши дети, наши, ваши внуки, наши дети имеют вот эти лакомства, ну просто, вот неограниченное количество. Зубов нет уже, просто. Ребёнку пять лет, у него чёрные зубы, у него нет зубов. Мусорная еда самая доступная. Когда у вашего ребёнка появляются карманные деньги, он на что тратит карманные деньги? На гамбургер, на «не тормозись, не керсни». Взрослые люди, они питаются перекусами. Когда я консультирую людей, которым 100 килограммов больше, она говорит, «Я ем как воробушек». Выгляжу как бекемотик, но ем как воробушек. И она мне рассказывает, чем она питается. Ни одного полноценного приема пищи. Тут перекусик, там протеиновый, боже, как называется, батончик, там ещё что-то. Друзья, так нельзя, надо прям кормить себя. Ну и трансжиры, друзья, в промышленной выпечке. Я не знаю, если у вас нет информации про трансозамеры жирных кислот, пожалуйста, у меня прям есть запись про трансозамеры жирных кислот. Я вам рекомендую. Она называется, что категорически не есть. Я могу в таком случае, если вы не знаете, что такое маргарин, не понимаете, в чём опасность даже вот этих обычных круассанов, которые белая мука, маргарин и белый сахар, всё, что туда входит. Если вы этого до сих пор не понимаете и это кушаете, ну просто найдите эту информацию, потому что если вы уберёте трансжиры из своего питания, из своей тарелки, это все промышленные, вся промышленная выпечка, вы уже будете иметь нормальную липидограмму, к вам не придёт синдром Айцгеймер, и вы себе спасёте где-то 10 лет дополнительной жизни в приличном качестве. А теперь, друзья, самое главное. Давайте вот я по поводу веса. Самое главное по поводу веса. Когда вы смотрите в свою тарелочку, вы там видите еду. Но это еда на самом деле это или белки, или жиры, или углеводы. Три основных компонента. Вот и давайте смотреть. Так, Лена, мне нужно похудеть, значит, по идее, чего-то из этого я должна меньше есть. По поводу белка. Я не могу ограничивать белок. Я могу только у вас проверить, вы съедаете суточную норму белка или нет. Запишите. Суточная норма белка это 1 грамм белка на каждый килограмм веса. Пример. Я свой, вы свой. Мне прям пишите в чатик, потому что все, что вы записали в чат, вы тут же моментально запомните и больше никогда не забудете. Я вешу 63 килограмма. Соответственно, моя суточная норма по белку в течение суток-суток я должна съесть 63 грамма белка. Точка. А вы? 2 секунды на то, чтобы вы мне написали свой расчет. Это за сутки. Например, я сегодня ела 100 грамм, 150 грамм креветочек. Я живу на море и креветочки ну это прям тут везде готовят и прекрасные. Вот 100 грамм креветочек, 100 грамм, это 20 грамм белка. Лена, а что остальное в креветочках? Жир и вода? А я 150 съела. Значит, значит, 20 плюс половинка, 150, 30 грамм белка я съела. Лена, а сколько тебе нужно за день съесть? А мне нужно 63 съесть. Ну смотри, ты половинку своей суточной нормы съела. Да, съела. Теперь еще вечером поем и еще с вечерним приемом пищи добью свою суточную норму белка. А зачем я это делаю? Друзья, нам, вот смотрите, вы будете стройнеть. Это значит, что вы начнете меньше весить. Но я, обычно я, кто, если бы я с вами совсем была знакома, я сказала, я вас поубиваю, если вы это будете делать за счет мышечной массы. Вам я скажу так, но желательно это делать не за счет мышечной массы. Друзья, мышцы, это красота. Мышцы, когда они немножечко контурируются под вашим платьичком, вот, это красиво, это дает вам мягкую красивую осанку, и осанку, и походку, это то прекрасное, что есть в нашем теле. Поэтому белок в наших мышцах, белок в наших костях, белок в нашей коже, почему показываю на овал лица, потому что всегда хочется, чтобы он был лучше, да, вот, вот это оно, вот это оно. Хорошо, тогда по белку что мы делаем? Мы его не выбрасываем из пищи, мы наоборот смотрим, я съедаю или не съедаю? Белок очень долго переваривается, и он дает вам чувство насыщения. Второй момент, жиры. Белок всегда дружит с жирами. Хотите пример? Лосось. В 100 граммах лосося, допустим, 20 грамм белка и примерно столько же жиров. Например, орешки. В 100 граммах орешков 15 грамм белка, иногда 20. И много жиров, даже там под 40, под 30-40, много жиров. То есть белок всегда дружит с жирами. Почему так произошло? Потому что наше тело это дружба белка и жира. То же самое. Поэтому мы жиры не выбрасываем из рациона, но мы подслеживаем суточную норму белка. А жиры не выбрасываем из рациона. Я даже не скажу, сколько вы должны есть жиров. Потому что я вас буду акцентировать, мы используем суточную норму белка, и белок за собой приведёт столько жиров, сколько надо. Специально жирами не заливаемся. Извините, тут, наверное, поскрипывает мой стульчик. Специально жирами не заливаемся. Как же, Лена, а я тут на кето-диете и хорошо отдаю лишний вес. А вы отдаёте лишний вес на кето-диете не потому, что заливаетесь жирами, друзья, а потому, что она экстремально низкоуглеводная. А теперь смотрите, с белками разобрались, жиры нас дружат с белками, хорошо, теперь у нас остались углеводы. Вот, с углеводами мы можем с вами разобраться. Смотрите, у вас лишний вес, это значит, какое-то время приходило, может быть, длительный промежуток времени, к вам приходило с пищей и с напитками такое количество глюкозы, фруктозы, углеводов, крахмалов, согласна, крахмалы, но крахмалы это тоже в будущем глюкозы. Когда вы кушаете, допустим, пиццу одну на себя, в себя взяли, всю пиццу съели, вы-то не сладкую пиццу съели, она не содержит глюкозу в чистом виде, но ваши пищеварительные ферменты разобрали крахмал этой пиццы, а крахмал это полимер глюкозы, разобрали как? Амилазы, отстригла, 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 глюкозинка, 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 тысячи глюкоз, которые связаны друг с другом, это крахмалистая молекула, а у меня есть ножницы, амилаза называется, фермент, я обстригла тысячу раз, нажала на ножницы, и у меня много глюкозы, тысячи молекул глюкозы пришло в кровоток, и это был какой-то промежуток времени, длительный, а у глюкозы, друзья, три судьбы, вот смотрите, все, мы съели пиццу, через 40 минут она в виде глюкозы пришла в кровь, и теперь у нее три судьбы, первая судьба, ее возьмет к себе клеточка, но для этого нужен, видите, инсулинчик, он надавил на инсулиновый рецептор, рядом открылся портал, такой, открылся портал, и через этот портал в мембране клеточной глюкоза проникла внутрь клетки, и если эта клетка голодная, давно не ела, или ею занимались в спортивном зале, то ее сожгут с образованием углекислого газа, воды, и большого количества энергии. Какого большого? 38 молекул энергии, молекул АТФ, представляете? И клеточка, она возьмет, вот у нас есть социальная энергия под названием деньги, а клеточка, она возьмет эти молекулы АТФ и сможет себе позволить все. Вот я сегодня позволила себе новое красное платье, а клеточка скажет, а я хочу сделать этот фермент, а я хочу сделать этот гормон, а я хочу сделать ей новый коллаген, и она может себе купить все за эти молекулы АТФ. Круто, круто. Я люблю, когда мои клетки богатые. Еще раз говорю, друзья, для вас богатство деньги, а для клеток богатство это АТФ, представляете, энергия АТФ. Хорошо. Вторая судьба глюкозы, вторая судьба глюкозы. Если вдруг клеткой сегодня не работали, или ее второй, третий раз, четвертый раз кормят сегодня в течение дня, то клетка говорит, мне не нужна энергия, у меня уже достаточное количество энергии. Тогда ей говорят, сделай гликоген запасное питательное вещество, и клетка делает гликоген, если есть куда его сложить, а его складывают либо в печень, либо в мышцы, либо и туда, а мышц, если большая мышечная масса, много спрятать можно гликогена, а если мышцами человек работал последний раз в 11 классе, мышц нет, сколько гликогена будет нужно, совсем чуть-чуть, в общем, ладно, гликоген это такое, не каждому. Третья судьба глюкозы, представьте себе, сидит клетка, а в нее запихивают новую порцию глюкозы, запихивают прям, потому что когда инсулин надавливает на инсулиновый рецептор, тут точно клетка обязана открыть этот портал для глюкозы, глюкоза опять заходит внутрь клетки, клетка говорит, да что такое, ну почему не витамин эту глюкозу, говорит, боже, как ты мне надоела, ну не нужна мне энергия, и гликоген мне больше не нужен, вот, но ты уже внутри клетки, сделаю я из тебя жир, и она делает жир. Смотрите, теперь я вам почему картинки рассказываю, это мой метод работы с вашим сознанием, извините, мне некоторые психологи говорят, Лена, ты не врач, ты психолог, ну ладно, только называйте как хотите, только в терновый куст не бросайте, так все хорошо, мне главное, чтоб до вас дошло, теперь вы понимаете, вот у вас тарелка, там могут быть белки, там с белками дружат жиры, а углеводы, скорее всего, нужно пересмотреть отношение к углеводам, потому что три судьбы, видимо, не сжигаются с образованием, ну видимо, глюкозы достаточно, чтобы получить энергию, гликоген уже отложен, так я уже и жиром обросла, я это уже даже вижу в своем собственном зеркале, вот они, смотрите, жирные кислоты, вот они, и не только жирные кислоты триглицериды, а еще и плохой холестерин, возможно, у вас уже липидограмма испортилась и так далее, друзья, как выглядит клетка, в которую много лет пихали большое количество глюкозы, она наполнена вакуолями, содержащими жир, это мышечная клетка, смотрите, красненькая, красивенькая должна быть, она наполнена вакуолями, содержащими жир, клетка, она девушка, она говорит, я больше так не хочу, мне ходить негде, у меня, я вообще плохо выгляжу в зеркале, я не хочу больше обрастать жиром, говорит клетка, и лафа заканчивается, что значит лафа заканчивается, то есть, пока у вас развивается лишний вот этот жир, ожирение, это на самом деле спасение, потому, что когда испортился вот этот механизм, как лафа заканчивается, глюкоза в большом количестве в кровотоке, инсулина тоже много в кровотоке, инсулин нажимает на инсулиновый рецептор, и обычно клетка открывает портал в глюкозе, а тут клетка сказала, баста, карапузики, кончились танцы, делайте со своей глюкозой что хотите, у меня такое количество лишнего жира, мне на мою жизнь хватит, если у меня не хватит энергии, я возьму эти жирики и буду плавить себе на мембранах митохондрии и тоже получу большое количество энергии, поэтому я беру портал в глюкозе, вот этот зелененький, и прячу в себе его куда? Под мембрану, все, инсулин, внимание, друзья, я сейчас отвечаю вам на вопрос, почему я не могу похудеть, инсулин, он говорит, слушайте, а что-то нас мало, давайте больше инсулина делать, потому что я на рецептор надавливаю, а ничего не происходит, глюкозу никто не пропускает внутрь клетки, он говорит, ну давай еще инсулина, поджелудочная железа делает еще инсулина, инсулина уже не 5-6-7 как надо у вас в анализе крови, а уже 10, нет, давай еще инсулина, 20, давай еще инсулина, 30 инсулина, инсулина резистентность обалденная уже, инсулина много, он давит на рецептор, давит, 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 а портал внутри клетки, а клетка сидит, улыбается, ну-ну, давай, давай, я сказала, не возьму глюкозу, я сказала, меня кормить надо иначе, ты не понимаешь, не можешь рот закрыть, до свидания, все, представляете, клетка обиделась, а инсулин не просто так давит, когда он давит на рецептор, клетка может озлакочувствиться, вот я вам ну как бы с этого начинала, вот они болезни цивилизации, а еще инсулинная резистентность, это у меня рубинчик, мне его подарил Юра, мой муж, рубинчик, когда мы были в Андоре, почему я люблю носить украшения, ну потому что работаешь с шеей, чтобы она была красивая и так далее, некоторые женщины говорят, Лена, вот я всегда хотела носить маленькую серебряную цепочку, вот, а тогда не было денег ни на что, даже на маленькую серебряную цепочку, сейчас я богатая женщина, я могу носить колье и ожерелье и так далее, но у меня черный акантоз, или у меня шея покрылась висячими черными родинками, папилломами, у кого так, друзья, пишите, черный акантоз, это как бы грязная шея, или папилломы, напишите это, потому что это инсулино-резистентность, друзья, это не то, что что-то с вами не так, и вот случайно вы подхватили эту фигню, нет, это бесконечно инсулин давит на инсулиновый рецептор, и кожа, клетки кожи начинают делать неправильные действия, черный акантоз и вот эти вот висячие родинки, я не знаю, просто некоторые настолько привыкают к своему лишнему весу, а папилломы посыпала, когда человека сыпят новые папилломы, вот тогда он говорит, нет, ну все, больше нечего ждать, надо точно работать, быстро работать, так вот, когда лафа заканчивается, когда снижается чувствительность к инсулину, когда клетка опускает портал глюкозы под мембрану, и тогда все, друзья, тогда начинается сахарный диабет второго типа, почему? Потому что вся глюкоза остается где? В кровотоке, а глюкоза в кровотоке токсична, токсична, как токсична, Лена, это же глюкоза, я же ее съела, как она может быть токсична? Она подходит к любому белку, например, гемоглобину, и его уродует, гемоглобин уже кислород не носит, она подходит к белку кожи, коллаген, и его уродует, вы видели диабетиков с красивой кожей? Нет, друзья, масса осложнений, что мы делаем? А мы берем девочку 22 апреля, у нее инсулин 24, 5 июня уже 18, 8 октября уже 13, и девочка сама следит за своим инсулином, и это она только поменяла питание, даже еще до физической нагрузки не дошло, странно, потому что у меня все начинают прям в том числе с физической нагрузкой, а эта же девочка говорит, у нее инсулин 51,9, при норме до 24, эта девочка молоденькая говорит, не то чтобы я хочу углеводов, это неправильное слово, у меня ломка, понимаете, у меня ломка, как у наркомана, как только вечернее время, я готова на что угодно, лишь бы съесть кусок чего-нибудь крахмалистого, ладно, не сладкого, даже просто крахмалистого, это ломка, друзья, вот многие из вас говорят, у меня нет ни силы, ни воли, я все равно сорвусь, я все равно приду опять к этой ситуации, когда я замечаю, что я нажралась, у меня патология пищевого поведения, расстройство пищевого поведения, нет, друзья, нет, у вас просто инсулин вышел из-под контроля, вы теперь знаете, как, почему у моих студентов шикарные результаты, потому что мы все закончили один, два или три университета, ну или школу как минимум закончили, и мы привыкли думать мозгами, и когда есть причинно-следственная связь, все легко, и когда девочка видит, был 51 инсулин, а стал инсулин 25, это еще много, но она говорит, спасибо, Лена, меня попустила, а когда этот инсулин станет 7-8, вы будете абсолютно равнодушны к пище, друзья, кто хочет быть равнодушным к пище, поставьте себе такую цель, хочу быть равнодушным к еде, прям напишите мне это, потому что вы и себе это пишете, тогда вы не делайте пищевых ошибок, друзья, это так важно, каждый человек себя строит, да, обычно, когда, ну я вижу такие прекрасные картинки, ну мы думаем о спорте, о ежедневной еде, друзья, о ежедневной еде, то есть наша с вами задача, чтобы у вас была и сила, и сила воли, и всё вместе, просто питаться таким образом, чтобы уровень глюкозы вашей крови плавал между верхней границей нормы и нижней границей нормы, так кушать, чтобы не позволять большому количеству углеводов приходить в вашу кровь, потому что когда у вас утром например овсянка с бананом и с изюмом, то уровень глюкозы очень резко растёт, потом много инсулина надо, инсулин быстро запихивает всё по клеткам, уровень глюкозы резко падает, и вот здесь это называется гипогликемия, когда он забивает ниже нормы, у вас нет ни силы, ни воли, нет ни силы, и воли нет, и вы всё равно делаете пищевую ошибку, потому что вас трясёт, у кого такое было, трясёт чувство строка смерти, холодный пот, и ну хоть что-нибудь надо съесть, и это что-нибудь точно и это что-нибудь, друзья, выключаем, да, и это что-нибудь точно не отбивное, это сникерс, это какой-то протеиновый батон, и так далее, понимаете? это будет, Татьяна, не включайте, пожалуйста, свой, да, спасибо большое, потому что я вас слышу, вот, что у нас будет, если мы делаем так, что уровень глюкозы кушаем, мы не кушаем, но он в пределах нормы, вот здесь зелёный коридор, то мы не попадаем в состояние гипогликемии, голода не будет, и вы становитесь, что? равнодушными к еде, это моя задача, двух, потом, нет, трёхкратное питание, сначала будут перекусы, потом вы уберёте перекусы, потому что не надо, потом многие люди в оптимальном вес-растовом соотношении говорят, Лена, я не могу больше трёхкратно питаться, можно я буду двухкратно питаться? Я говорю, хорошо, распредели мне суточную норму белка между двумя приёмами пищи, она распределяет, допустим, у неё уже вес 60, да, 30 на завтрак, 30 на обед, до ужина, окей, ты можешь, потому что сам организм сказал, всё, я ухожу на двукратное питание, он начинает пропускать приём пищи, друзья, как мы это делаем? Смотрите, я думала, думала, вот на всё, что я вам рассказала, мне нужно время, вот просто позвольте мне иметь с вами это время, как позволить мне иметь с вами это время? Вот есть пирамида потребностей маслоу, слышали? Психолог такой, он говорит, что сначала должна быть защищённость, потом да-на-на и так далее, но мы все знаем пирамиду потребностей маслоу, но если не знаете, посмотрите. А пирамида потребностей человеческого тела с точки зрения физиологии кем-то описана? Нет. Так вот, я взяла и описала. Смотрите, я с вами хочу быть долго, так долго, пока у вас сформируется позитивная привычка по здоровью, и эта позитивная привычка формируется 21 день. Так вот, я нулевую ступенечку сейчас вам расскажу, вот, но начну с первой ступенечки. Первая ступенечка, я вам 21 день объясняю каждый день по 5 минуточек, каждый день по 5 минуточек, что такое белок, в каких продуктах содержится, зачем он нужен, где белок в вашем теле, как белок в вашем теле работает. И мы распределяем белок в течение дня, проверяем, перевариваете вы его или нет, и меняем ваш рацион. Потому что я не могу убрать у вас углеводы, ничего не дав взамен. И вот это взамен, чтобы вы были сытым человеком, чтобы вы не гонялись с топором за любым, за любым, у кого есть хоть какой-то кусочек пищи в руках, я должна вас накормить, чтобы вы были довольны, сыты, и у вас не было дефицита. Понимаете? Вот это вот мы делаем на первой ступенечке. А нулевая ступень тоже 21 день. Вернусь, друзья, вернусь. Нулевая ступень, это так важно. Вот это вот клеточка. Если этой клеточкой работать, вот допустим, она отказалась брать глюкозу, потому что уже ожирела. Но я с вами договорилась. Один день говорю, вы меня не слушаете. Второй день говорю, вы меня не слушаете. Пятый день говорю, да ёлки-палки, капиллярные сети. Ну это вы не знаете. А, митохондрия. Нет, мне это надо. И я вас убалтываю, и вы идёте на свою первую физическую нагрузку. Друзья, я на своей первой физической нагрузке первый раз после 11 класса. Была, когда мне было вот эти 38 лет. То есть я вам фотографию свою показывала, где-то через 10 дней после того, как была сделана эта фотография, я поняла, что я жить как раньше не могу, мне нужно что-то с собой делать. И я надела какие-то кроссовки, они были ещё не беговые, не спортивные. Сейчас. Вот. И я пошла на свою первую прогулку, пробежку вокруг прекрасного озера. И думала, что все смотрят на меня, а никто на меня не смотрел, на самом деле. Потому что каждый занят собой. Так что я сделала? Фактически, я вот этой клетке объявила, смотри, я потратила всю твою энергию. А клетка мне говорит, как, Лена? Ты с 11 класса не ходила, не бегала, а тут ты потратила всю энергию. Я говорю, да, теперь так будет каждый день. Каждый день? Нет, я тебе не верю. Клетка сидит, день не верит, два не верит, а вы каждый день тратите всю её энергию. Клетка говорит, извините, была не права, все жирики свои потратила уже. Вот эти вот, представляете, все жирики она уже потратила. Я возвращаю канал глюкозы на мембрану, говорит клетка, возвращает канал глюкозы, начинает пользоваться глюкозой. Всё, уровень глюкозы в крови нормализуется, инсулин перестаёт со всей дури давить, количество инсулина снижается, и вы выздоравливаете от всех болезней цивилизации, друзья, от всех. Понимаете? Слово «от всех». Это мы должны сделать? Должны. Это нулевая ступень. Когда я формировала вот эту пирамиду потребностей человеческого тела, девочка, Ирочка, с которой я работаю до сих пор, вот она говорит, Лена, никто не купит систему, где на нулевой ступени он должен просто ходить. Я говорю, Ира, это, понимаешь, слово «социальный отбор». Если человек не пойдёт с самого начала, это самое главное, у него не будет никаких результатов и будут говорить, что система не работает. Поэтому пусть 70% людей не идут в систему старостями, но те 30%, что придут, я им даю позитивные, полезные привычки в такой последовательности, что у них не может не быть результата. Ира сказал, ладно, если ты так думаешь, значит, пусть так оно и будет. И у нас ну просто невероятное количество позитивных результатов. Итак, вы на нулевой ступени начинаете добавлять аэробную физическую нагрузку. Я много буду о ней говорить каждый день по чуть-чуть, пяти минуточками. И вы её добавите. За 21 день вы в неё влюбитесь и перетащите эту позитивную привычку на первую ступень. За первую ступень мы полностью перестроим, ну не полностью перестроим ваш рацион, друзья, не полностью. Я нормальный нутрициолог. И я понимаю, что мне нужно поменять в вашем рационе всего лишь 20% привычек ваших. И вы получите 80% результата. Всё! О, если я поперепашу весь ваш рацион, то будет срыв. Вы скажете, не, ну оно, конечно, хорошо, я, конечно, худею, но я так есть не буду. Потому что это, ну у меня семья не так ест, у меня мама не так научила. А я не буду, я и вас призываю, друзья, не меняйте всё, не перепахивайте всё. 20% поменяли, 80% по правилу пора это получите, понимаете? Ладно, идём дальше. Это мой муж. Почему здесь по грудь, а здесь по отсутствующий пузик? Потому что нельзя было его фотографировать целиком, потому что там такой животин был, что он, знаете, что его смотивировало всё-таки посмотреть на меня. Ну, во-первых, я две недели, он на две недели поехал в какую-то далёкую командировку, а я провела на себе эксперимент, я ела, но только я контролировала углеводы, и я пошла на физическую нагрузку, и я за две недели вернулась в объёмы своего 25-летия, он приехал и увидел красивую стрекозу. А потом ещё долго сопротивлялся, он тоже хотел стать таким, как вот мы только познакомились, но это ж я его научила, так вот есть, что у него пузо выросло такое. А потом, когда я уже такая вся красивая, на каблуках, стрекоза, я жду, когда он наденет свою обувь, и мы выйдем куда-то там в гости, вот, а он наклониться не может, потому что пузо, и вот это его смотивировало, и он стал такой вот красавчик, тут плюс 17 килограмм, а здесь минус, вот этих минус, плюс 17, минус 15 килограмм, вот, и мы каждый день продолжаем работать над собой. А это уже моя студентка, делюсь результатами, было 86 килограмм, стало 70 килограмм, ну, то есть, сколько? 16 килограмм отдала талия. Почему я праздную талию? Прямо прошу вас праздновать. Можно праздновать день рождения, а мы празднуем, когда талия становится меньше 80. Это значит, вы точно не в инсулинорезистентности и уже точно не в метаболическом синдроме. Всё. Это значит, вы по уровню здоровья поднялись так высоко, что до вас болячки цивилизации, которые на земле живут, они не допрыгнут. Как будто бы вы забрались на дерево, вот, и там живёте комфортно, а внизу вас волки ждут, прыгают, прыгают, а допрыгнуть до вас не могут. Примерно. Представляете так это. Это значит, человек забрался, ушёл от болячек цивилизации. Уйдите, заберитесь, друзья. Это так важно. Это я вам рассказываю по поводу, для чего мы едим. это молекула, которая называется глюкоза. Она делится на две молекулы, что называется молочная кислота. И вот, сама эта молочная кислота идёт в клеточку, в клеточке есть митохондрия, и эта митохондрия сжигает вот эту вот молочную кислоту, или перуват, сжигает. При сжигании сберегаются, образуются молекулы АТС. Это как бы такие, знаете, батарейки, заполненные энергией. И частично, видите, 55% вот этой энергии сберегается, а 45% рассеивается в виде тепла. Я сейчас о чём хочу вам сказать? О том, что когда вы занимаетесь физической нагрузкой, вы чувствуете, что тело становится тёплым. Это значит, что вот данный процесс пошёл. Но нам нужно это сделать не через глюкозу. Нам нужно так с вами ухитриться, давать такое маленькое количество источников глюкозы, а это сладкие и крахмалистые блюда. Мы такое есть не будем. Чтобы клетка залезла в свои жировые депо, помните, я вам в АКОЛе с жиром показывала, взяла за волосы оттуда молекулу жирной кислоты и сожгла с образованием ещё большего количества АТФ и ещё большего количества тепла. Вот так вот мы с вами должны работать на самом деле. А это я что-то пропустила. Ага, тут это я уже знаете, куда пошла. Это я пошла в ситуацию, когда я вам объясняю, почему некоторые люди понимают всё, что я сейчас сказала, но не стройнеют, потому что у них есть патология со стороны щитовидной железы. У кого, друзья, гипотиреоз, напишите, пожалуйста. То есть, смотрите, я человеку даю возможность двигаться в его удовольствие. Я у человека контролирую его питание. Слава Богу, всё это можно делать в чатах с обратной связью и так далее. И обычно этого достаточно, чтобы человек давал мне результат минус килограммы, минус сантиметры каждую неделю. Как вам нравится? Вот вы со мной начинаете дружить, идёте, допустим, в систему старости нет, и вы мне даёте каждую неделю результат. Каждую неделю. И так в основном. Но есть какой-то процент женщин, которые сидят, как одна сказалась, я сидела и крысилась. Потому что у всех результат, а у меня вообще ноль. Потому что у неё в том числе вот эта проблема, которая называется гипотириоз. Наверное, вы уже сталкивались, да? Но с гипотириозом тоже и нужно, и можно работать. Так вот, если так по-научному сказать, смотрите, щитовидная железа делает гормоны, щитовидной железы, каждый этот гормончик, зачем он особенно Т3, Т4 не такой тироксин активный, а вот Т3, триотиранин, он очень активный, он вырабатывается прямо в тканях из Т4, и он, представьте себе, ключик такой. Этот ключик проникает в клетку, а потом идёт к митохондриям, митохондрия, такие маленькие инфузории, туфельки, в которых сжигаются углеводы, в которых сжигаются жиры, с образованием большого количества энергии для всей клетки. Прекрасно! Так вот, этот маленький ключик идёт к митохондрии и заводит митохондрию, как мои часики, завёл митохондрию, и всё. И тогда эта митохондрия спокойно берёт жиры, сжигает, берёт углеводы, сжигает, то есть вы кушаете, она сжигает вашу еду. Или, если вы кушаете низкоуглеводно, митохондрия сжигает ваши жиры, потому что всё равно энергия нужна. У тех людей, у которых плохо работает щитовидная железа, или она работает хорошо, но вы попали в стресс или в хроническое заболевание, и у вас тканевой гипотиреоз. То есть Т4 у вас хоть завались, а Т3 в тканях не образуется. Нет ключика, который бы пошёл в митохондрию и её завёл. Поэтому митохондрия сидит и только смотрит, как клетку перекармливают, перекармливают, а у самой митохондрии нет возможности брать глюкозу и сжигать с образованием АТФ. Брать жирные кислоты и сжигать с образованием АТФ. И что мы с этим будем делать? Мы будем делать всё ровным счётом то же самое, как будто бы гипотиреоза не было. Мы будем заставлять клетку работать. Это сложнее, потому что есть лень, обусловленная гипотиреозом. Мы будем давать физическую нагрузку, мы будем соблюдать низкоуглеводное питание просто немножечко дольше во времени. Но когда клетка приходит в состояние «у меня нет энергии», то тогда тело и ткань скажет «извини, извини, извини, ладно, я что-то тут переделаю, и я сделаю тебе должное количество гормона Т3». Друзья, так бывает всегда. Поэтому результаты по гипотиреозу у меня ну просто исключительно, их полно. если вы используете ретироксин или вы его не используете, у вас еще рабочая щитовидная железа или уже не рабочая, когда вы запускаете физическую нагрузку и низкоуглеводное питание, преодолеваете, друзья, вы преодолеваете это вот состояние, когда клетка фактически тканевой гипотиреоз. Потому что когда человек полнеет, даже при нормально работающей щитовидной железе, вот они митохондрии, митохондрии лентяничают и фактически это состояние тканевого гипотиреоза. Почему, ну извините, кто не понимает меня сейчас, просто у кого есть патология щитовидной железы, вы уже начитали, что такое тканевой гипотиреоз и так далее. Нет другого выхода, друзья, а результатов полно. Итак, смотрите, это наша клеточка, вот они наши митохондрии, которые либо сжигают еду с образованием энергии, социальной энергии, энергии ТФ для клетки, чтобы она могла себе всё позволить, либо вся еда откладывается и клетка заполняется жиром, что вы хотите для своей клетки, чего вы хотите, какого будущего. Итак, смотрите, мы дали движение, гипотиреоза, то есть каждая клетка теряет энергию, то есть мы её поставили в ситуацию, когда каждый день нужно энергию добывать, при этом мы уперлись, не даём лишние углеводы и соответственно, ну как бы ткань не хочет быть мёртвой, ткань начинает выходить из состояния тканевого гипотиреоза. А потом, а потом мы ещё с вами сделаем так, что межклеточное пространство будет жидкий, кровь жидкая, лимфа жидкая. Знаете, сколько литров межклеточного пространства между вашими клетками? 20 литров! 20 литров! Знаете, где самое большое количество жидкости в теле человека? В ногах, если он не движется. Это межклеточное пространство, венозная жидкость. Ирочка, выключай, выключай, микрофончик. Да, вообще гинеколог по образованию. Если у вас Киева в 2000-х задание... Можно я закончу, а потом... В Болгарию, потому что рождаемость не какой-то. сопровождается, можно сделать так, чтобы... И сейчас она объясняет, как надо питаться. На 50 лет она выглядит... Верчик. Я здесь, у меня нет этой функции. Женя, выключи Ирине, пожалуйста, микрофон срочно. Женя. Спасибо. Ладно. Следующая проблема. Смотрите, мы с вами обсудили, у кого не получается похудеть. Первое. Не получается похудеть, если инсулино-резистентность. я вам объяснила, что клетка закрыла у себя все жирики, которые накопила, и все. И говорит, больше меня не трогайте. Инсулино-резистентность, как она преодолевается, мы с вами решили. Мы с вами быстренько прошлись, как можно преодолеть гипотиреоз и тканевой гипотиреоз. И теперь следующий момент, который мешает, это, конечно, вход в менопаузу. Друзья, прогестерон снижается примерно с 35 лет, ближе к 40. Происходит снижение уровня прогестерона, это женский половой гормон. Эстрадиолы еще держатся, где-то с 45 они начинают сползать вниз. А эстрадиол это гормон, он сродни тестостерону. Вот почему молодые мужчины такие красавчики. Вообще не жиринки лишние. Два раза сходил в спортивный зал и уже ведли все мышцы прекрасно. Почему? Потому что у них много тестостерона, а тестостерон заставляет клетку делать синтетические процессы, то есть формировать белковые компоненты в клетке. Поэтому он два раза сходил в спортивный зал, у него мышечная масса стала расти. Понимаете? Вот так вот. Эстрадиол он действует примерно так же, но не такой мощный, как тестостерон. И вот он начинает упадать с 45 лет. И получается, друзья, раньше я ела суточную норму белка, жиров, и допустим в углеводах себя не ограничивала. И была красивой стрекозой. Вот как я вам показывала свою фотографию. потом у меня уменьшилось количество эстрадиола. У меня где-то к 40 годам это произошло. Все же. Я ем те же самые вещи, но вижу их у себя на боках. То есть у меня бока выросли, у меня живот вырос. Я сначала радовалась, у меня появилась грудь наконец-то, потому что грудь это не мое сильное не мое сильное качество. Но тут я смотрю вниз и всегда видела раньше свои ножки. А тут я смотрю вниз и вижу грудь. А потом я обнаружила под грудью еще большой живот. Но я думаю, что я и вашу историю рассказываю. То есть смотрите, когда мы заходим у каждого своя дата, так скажем, свое количество лет, когда вы можете не обращать внимания на еду. Я не обращала на еду до 38 можете написать до какого промежутка времени вы не обращали на еду и все равно были красоткой. Но для каждой из нас рано или поздно это заканчивается, потому что еще раз говорю, эстрадиола становится мало, соответственно клетка не может уже заниматься синтезом белка, но она может брать лишние углеводы и откладывать их в виде жира. Поэтому правда жизни в том, что мы полнеем не от котлет, а от лет. Правда жизни в том, что перед тем, как вы войдете в менопаузу, вы добавите 10% от веса, 10% и это будет все жиром. То есть если вы всегда весили 60 килограмм, то войдя в менопаузу вы будете весить 66 и эти 6 килограмм будут жиром. Как правило это висцеральный жир, это тот, который делает талию уже не меньше 80, а больше 80 сантиметров. Друзья, возьмите сейчас сантиметровую ленту и промерьте свою талию. Вот прям возьмите и промерьте и сделайте сколько у вас получилось, например, 90, минус 80 сантиметров. Вам нужно лишь со мной дружить до тех пор, пока вы уберете вот эти 10 сантиметров лишние. Лишние. Вот сразу скажу, вот сколько сантиметров в талии нужно убрать, скорее всего, прикиньте, столько и общего веса надо ли женщине стройнеть так, чтобы весить в менопаузе так же, как она весила в 25 лет. Не надо. Но талию держите меньше 80 сантиметров, потому что больше 80 это эра осложнений. Почему говорю не надо? Я не вешу, я всегда весила 57, сейчас я вешу 63. Друзья, но я прям смотрю, чем я это делаю. Когда мне было 25 лет, у меня была вот такая мышечная масса и отсутствие пожировой прослойки. Мне сейчас 50, и у меня сейчас больше мышечная масса. Мне нужна жопка, девочки, мне нужна дельта, мне нужны грудные мышцы, мне нужно быть красивым человеком, а не вот такой худюшкой, вот такой вот как я была в 25, я тогда не додумывалась, на который только вот, просто если я сейчас буду с такой маленькой мышечной массой, это будет худая изможденная женщина, на которой висит кожа, а вы наверное хотите быть просто красивым человеком. Друзья, по поводу входа в менопаузу, решаем ли мы вопросы входа в менопаузу, профилактики всех менопаузальных расстройств, решаем, но это моё любимое, потому что я акушер-гинеколог, вот, и это в том числе заложено в программу старости нет, просто даже тем, что как только вы попадаете в систему старости нет, вы сразу начинаете, ой, а что бы мне тоже такое попить, а у меня менопауза, вот, а как мне сделать так, чтобы не развивался потеря костной ткани, остеопороз, чтобы не были сухие ломки ногти, и мы займёмся коррекция гормонального фона, я умею, люблю и вас научу пользоваться биологически активными комплексами, сразу говорю, что у меня они где-нибудь какие-нибудь, ну идите в аптеку, а у меня самые лучшие, самые лучшие, я много думала, много сравнивала и так далее, я сама с 2008 года использую биологически активные комплексы, например, тот же самый дикий ям с производства НСП, это самое лучшее, до чего я могу дотянуться, даже живя в Европе, ну да ладно, это потом, вот смотрите, что мы делаем, обычно работал эстроген, он как ключик к замочку подходил к вашему рецептору, например, на мышечной ткани или на десневой ткани, вот здесь, чтобы улыбка была красивая, чтобы не оголяли шейки зубов, или в костной ткани, нажимал на рецептор и в костной ткани образовался коллаген, перестраивалась костная ткань, и в десне нажимал, и десневая ткань красивая, и улыбка сохранялась, или нажимал в мышечной ткани, и мышечная ткань росла, а тут нет эстрогена, мы взяли и дали фитоэстроген, например, с помощью дикого ямса, он не очень хорошо подходит к рецептору, поэтому фитоэстрогены, травяные эстрогены всегда очень слабенькие, но подходят, и все равно активируют рецептор, поэтому мои девочки не теряют улыбку, мои девочки не теряют костную ткань, и мои девочки не теряют мышечную ткань, значит, старости нет, потому что, что такое старость? Это потеря костной ткани, потеря мышечной ткани, и парадонтоз, потеря красивой улыбки, а у меня девочки не такие, но это, это я не буду вас в дебри водитель итак друзья а теперь ваша работа вот вы зачем тоже взяли чем записать да у вас есть блокнотики и теперь давайте вы поработаете первое первое напишите первое какая у меня талия тиры и напишите объем вашей талии вы дома и знаю что вы знаете где у вас лежит сантиметровая лента я выпью водички кстати у меня водичка такая хитрая для снижения биологического возраста кто захочет так ну и мне тоже пишите какая у вас талия окей какая должна быть талия скобочках а я хочу пишите 80 и менее да вот это вот очень важно друзья можно так сказать у меня есть предназначение спасать годы жизни людей позвольте мне спасти ваши годы жизни позвольте я умею я серьезно умею честное слово знаете если у вас талия 90 это на 10 сантиметров больше чем 80 да то возможности к того что к вам прицепится болячка цивилизации какая-нибудь даже например рак молочной железы в любая на 20 процентов больше на 25 процентов больше чем у девочки которые в вашем вашем возрасте имеет талию меньше 80 я вам серьезно говорю просто если бы я с вами шла по проезжей части и на нас понесся бы какой-нибудь грузовик а я бы вас оттолкнула в самый последний момент вытолкнулась проезжей части спасла бы вам жизнь вы бы мне сказали спасибо ну как бы поняли что я действительно вам спасла жизнь но когда я спасаю годы жизни человека просто объясняя ему как уменьшить талию ну я думаю что я не знаю сколько сколько сотен лет я уже подарила наверное за это у меня плюсики позитивную карму второй пунктик есть ли у меня вы пишите пишите если у меня избыток или недостаток веса и вы пишите если избыток то сколько вы думаете избыток если недостаток то сколько вы думаете недостаток если хотите давайте в цифрах поговорим смотрите у меня рост метр семьдесят четыре у меня рост метр семьдесят четыре а у вас какой я беру свой большой и средний пальчик не указательно не безымянно друзья большой и средний и обнимаю свое запястье здесь мясика нет то только косточка обнимаю в самом узком месте и у меня получается вот такой захлёст у кого такой же захлёст получается это значит у нас с вами тонкая кость у кого такой захлёст получается у кого такой захлёст получается тот делает арифметическое упражнение свой вес например метр семьдесят четыре минус 110 это ваш оптимальный вес ну там плюс-минус understand есть какое-то количество девочек которые хотят перехлёст но у них не получается у них пальчики целуются смотрите кто такой у кого пальчики целуются это среднее телосложение вы делаете другое арифметическое вычисление ваш рост например метр семьдесят четыре минус 100 то есть для меня нормальный будет вес 64 килограмма а если бы у меня было среднее телосложение 74 килограмма было бы неплохо ну потому что вот у меня тонкая кость а у вас она возможно побольше есть девочки которые хотят чтобы пальчики поцеловались но не получается у них это крупная кость крупное телосложение но это есть остыльники нормостыльники а вы гиперстыльник нормально тоже бывает вот не можете не можете вот никак не достаете есть такие у вас другое вычисление ваш рост минус 90 это очень грубо друзья но это примерно а еще лучше вспомните свой вес 25-летие и сравните с сегодняшним и вы увидите свой избыток каждая женщина может весить выглядит как в 25 сложнее всего по лицу но мы и по лицу работаем и по осанке работаем и по походке работаем дальше третий очень важный вопрос напишите уровень вашего артериального давления на листике мне напишите я посмотрю я просто сейчас не вижу всплывающие но я вижу что вы много пишите просто напишите посмотрите как другие люди пишут что они пишут даже если у вас нормально артериальное давление напишите если у вас не нормально если вы используете лекарственные препараты миленький услышьте меня пожалуйста если допустим у вас вес 90 мы с вами договариваемся работаем три месяца и у вас вес минус 9 килограмм за три месяца и у вас артериальное давление станет нормальным я не думала что это так работает это работает повально у всех практически так работает друзья если у вас лишний вес и поэтому причине выросло артериальное давление вот он вам выход если вы не воспользуетесь то высоко артериальное давление разрушает стеночки кровеносных сосудов они обрастают атеросклеротическими бляшками и приглашает с собой инсульт инфаркт и болезнь альцгеймера хотите видеть своих правнуков играть с ними в волейбол хотеть значит надо поставить давление в норму а для этого нужно выйти из метаболического синдрома четвертый очень важный вопрос вам вам знаете ли вы уровень сахара в своей крови напишите это та штука которую за которой нужно следить после 40 лет точно если у вас оптимальный вес ростовой соотношение и талия нормально можете не следить за уровнем сахара в крови но если талия вышла из берегов если артериальное давление вышло из берегов что такое осложненный метаболический синдром сначала просто лишний вес а потом добавляется высокое артериальное давление а потом добавляется сахарный диабет и все этого человека практически не спасти если он сам себя не спасет пятый вопрос который нужно на него нужно себе ответить мог можете ли вы пройти тест купера я знаю что вы не знаете что такое тест купера можете ли вы 12 минут бежать не останавливаясь если вы не можете 12 минут бежать любую с любой скоростью тут не скорость важно все 12 минут бежать по разным причинам задыхаетесь суставы болят могу но давление будет высокая поэтому не могу по разным причинам не можете вы провалили тест купера ну вас не возьмут в спецназ но это не важно дело в том что я так думаю и кто помнит знаменитый кардиолог амосов николай амосов амосов так думал если человек не может 12 минут бежать значит он дотренирован настолько что и этому человеку ничего уже не поможет самый главный аспект здоровья это возможность это это ваш уровень физической тренированности и вот все люди которые могут тест купера пройти они физически тренированы а кто не может надо делать все возможное невозможное чтобы когда-нибудь смочь друзья это очень важно это пять основных вопросов все люди у которых талия больше 80 я вас приглашаю спасти себя все у кого есть лишний вес я вас приглашаю спасти себя у кого недостаток веса наверное вы захотите стать красивым человеком как ни странно вам тоже ко мне просто у нас с вами будет другой разговор по поводу суточной нормы белка другой разговор по поводу она и ровной физической нагрузки и другой разговор по поводу углевода а так все остальное то же самое у кого высокий уровень артериального давления позвольте мне вам спасти 10 лет жизни у кого сахарный диабет 2 типа позвольте мне вас научить работать глюкометром потому что он знает что вам можно есть что нет кто не может пробежать 12 минут позвольте мне объяснить вам как повысить свой уровень физической тренированности друзья потому что может быть я тот последний и единственный человек который с вами поговорил на эту тему и вы можете воспользоваться моей заботой смотрите когда я что-то не могу например я не умею говорить на английском языке я прошусь мне помочь я прям нанимаю учителя и он мне помогает когда я не могу там не знаю решить свою психологическую какую-то задачу я при прихожу психологу и говорю я хочу к вам на прием плачу ему деньги решаю свою психологическую задачу я не мучаюсь я прошу вас не мучиться кому не хватило этих вопросов шестой вопрос ответьте ответьте у вас полноценный сон если у вас полноценный сон молодец если сон неполноценный истощение коры надпочечника и все вытекающий лишний вес тканевой гипотиреоз переедание по ночам и так далее друзья седьмой очень важный вопрос перевариваете ли вы пищу я вас научу коротенькому смешному тестику чтобы вы понимали вы перевариваете или не перевариваете вы будете отличать переваривание белков жиров и углеводов вы наладите работу желудочно-кишечного тракта таким образом чтобы не просто есть но чтобы из этой пищи стройматериал получать и в кровь отправлять потому что люди которые едят и не переваривают они себя не достраивают с одной стороны а с другой стороны самоотравляют и себя и жкт а потом гатлена у меня в желудке язва в нас перстные кишки язва в кишечнике колит а вот и отсутствие нормальной микрофлоры по толстой кишке мне нет живого места и удалили желчный пузырь ну конечно всю жизнь ешь не по физиологии восьмой вопрос друзья это очень важно если у меня хоть за раза одно хроническое заболевание вот если у вас есть хоть за раза одно хроническое заболевание пожалуйста войдите в систему которая проработает его эта система старости нет девятый вопрос нужно мне нужна помощь по моей семье по здоровью потому что смотрите приходит привлекается женщина она начинает ходить по вечерам на проходке муж присоединяется она начинает по-другому готовить в семье сначала все крутят носами где наши макароны где наши макароны а потом говорят спасибо мамочка я так похудела хорошо на меня мальчики стали обращать внимание а сын говорит спасибо тебе большое мамочка так вкусно и у меня вон мышцы видны ребята перестали меня чмырить потому что вот целлюлит ушел у 17-летнего человека с пузо десятый вопрос чувствую ли я что я старею не справляюсь с весом ухудшаюсь если вы чувствуете видите по своим фоткам фотки этого года хуже чем фотки прошлого года то может быть я тот самый человек который вам нужен друзья а друзья а какие ошибки совершают люди когда принимают решение сбросить вес первая ошибка я перестану есть вы перестанете есть как это вашу инсулино-резистентность решит вы перестанете есть вы войдете в тканевой гипотиреоз даже если вы в нем не были вы перестанете есть и что получит ваши кости мышцы и коллаген вот у меня вопрос просто вот просто ответьте мне на этот вопрос а потом миленькие вам придется снять запрет с открытия рта и вы начнете есть а что вы начнете правильно что ли есть я резко против голодовок я могу говорить на эту тему часами я резко против голодовок потому что да вы уберете целых пять килограмм а придут восемь не так ли напишите если у вас такое было сколько уходило и сколько вернули переход на дробные приемы пищи смотрите я хочу чтобы вы были привержены новой системе питания поэтому мы будем с вами начинать с трехкратного питания если не не доживаете до следующего приема пищи хочется очень кушать то мы введем перекусы но и питание будет правильной низкоуглеводные подберем количество углеводов для вас и перекусы будут низкоуглеводные первыми вы откажетесь от перекуса и останетесь на трехкратном питании так долго как надо иногда в течение всей жизни когда замахается организм три раза в день есть он сам вас попросит перейти на двукратное питание я не знаю когда это будет но это случится возможно возможно не случится когда будет оптимальный вес возможно это случится все люди которые дожили до 100 лет они три раза не питается не питается два раза они из категории больше мало ешки друзья но через силу воли это делать нельзя люди которые которые хотят сбросить вес выбирают злоупотребление простыми углеводами что очень часто они считают калории друзья помните вам говорила белок всегда дружит с жиром 1 грамм белка 4 килокалории 1 грамм жира 9 килокалорий я беру продукт который комбинированно состоит из белков и жиров конечно это будет больше килокалорий и тут я беру рассматриваю другой продукт который например крахмалистый продукт какой-нибудь батат жира нет белка нет батат конечно там будет меньше калорий человек выбирает если он читает считает калорий продукт с более низкой калорийностью но он не получает ни белка не ценных жиров не чувство насыщение он не получает друзья а я хочу чтобы у меня были сыты с тепленькими животиками чтобы вам пришло время ужинать а вы так не хочу ужинать я ограничусь салатиком я завтра поем вот так вот но салатик извините чтоб там было 20 грамм белка а то и 30 вот длительный стресс плохой сон это то что мне мешает вас худеть но когда человек смотрите мы очень похожи на детишек смотрите вы берете детишечку свою бормила кладете спать во время в одно и то же время пробуждаете ребеночка потом вы его кормите потом вы с ним гуляете потом и что-то занимаетесь вовремя укладываете спать он спит спокойно всю ночь и так каждый день у человека режим и этот ребенок не будет ходить пешком по потолку потому что у него нормальный режим наши организмы они ничем не отличаются встаньте нормальный режим и вы будете иметь хороший сон и это будет самая настоящая антистрессовая терапия ну и по поводу движения друзья ну мы уже с вами человеке мы же пока не виртуальном мире живем мы в реальном мире живем боже как мне хорошо после прогулки пробежки мое тело прямо говорит это не только мое у меня много студентов он говорит боже мне прям эндорфины выделяется просто вот надо дожить до этих эндорфинов друзья без физической нагрузки можно ли похудеть можно но вам не понравится то что будете вот такой худой с висячей кожи а ну вам надо то вы будете весить мало но это не красиво красиво когда жопка красиво когда плечики красиво когда ножки девочки слушайте мне было 30 лет когда я поломала позвоночник мне сказали лежать 40 дней и не шевелиться мне даже поворачиваться нельзя было я ходила какать на утку я пролежала 40 дней а потом подняла свою ногу не буду подымать сейчас свою ногу я подняла свою ногу вот чтобы попробовать свою икроножную мышцу она была как тряпка вот это так происходит с людьми которые мало двигаются и которые хотят похудеть только за счет питания например за счет голодовки вы этого хотите чтобы вышли а икроножные мышцы парусили на ветру я так не думаю так ну и теперь друзья все что нам нужно это действительно друзья семья вот смотрите очень важно чтобы вас поддержала семья на первом этапе они будут противодействовать то что вы их научили питаться и жить по-другому вы их обучили а я хочу вам предлагать предложить большую семью есть маленькая семья вы муж мама папа дети а у нас большая семья вот сейчас мы все вместе не знаю сколько нас человек завалим систему старости нет пришли и сразу а у меня такой завтрак а я сегодня прошла столько так километров а я то а я все и у нас большая семья и групповая динамика и результаты будут один плюс один не два один плюс один сколько хотите сколько сколько нам надо понимаете в чем дело вот это плюс системная работа почему я обожаю групповую динамику почему система старости нет проходит обязательно с групповым чатом потому что там создается вот эта групповая динамика и большая семья вы даже можете созваниваться с девчонками привет а ты в каком городе а я в таком давай ты будешь по гамбургу ходить а я буду по амстердаму и мы будем вместе ходить вы можете это делать вы можете девочки как делаю они дружат друг с другом потом еще в гости друг другу приезжать это обалденный пока вас динамит ваша малая семья вы получаете вдохновение из большой семьи прекрасно прекрасно и так а пошаговая инструкция заботы о своем тело теле смотрите она у меня записано в 273 видео то есть когда мне многие говорят лена я так боялась идти к тебе систему старости нет потому что надо все поменять это так сложно нет друзья ваша задача в приложении просто не забывать каждое утро проснулся открыла один глаз быстренько тыкнула на приложение а там уже бахтина такая причёсанная говорит так девочки сегодня мы займемся капиллярными сетями потому что это ваше здоровье и красота мы пройдем и сбалансированное питание не запоминайте это фразу божий я когда читаю фразу сбалансированное питание мне уже тошно нет друзья мы прям разберем все моменты по пище а вот это напитки вот вы сегодня все знаете по напиткам а завтра все по всем видам мяса а послезавтра все по всем видам крахмалистых вещей и так далее и у вас все это заложится они просто на какие-то непонятные полочки а прям вы будете знать так информация по злаковым у меня на этой полочке things даже без всяких приложений мы влюбим вас физическую нагрузку мы пройдем программу ну и просто я очень люблю людей учить пользоваться биологически активными комплексами потому что я в этом красотка вот захотите биологическое очищение организма пройдете я не навязываю но очень многие хотят убить грибочки убить глисточки убить всякие вирусы мы знаем только каждого десятого вируса представляете мы уберем все дефициты а витамин d вы смотрели а ферритин смотрели так вы посмотрите я вам дам все анализы которые нужно будет прочитать и кто захочет на вип-программу я прочитаю вам эти анализы отдам вашему куратору еще куратор с вами 6 раз за за программу созвонится и даст вам определенные рекомендации это кто прям вип-вип хочет чтобы прям вот за мной чтобы у меня был мой личный куратор вот и потребительская грамотность что такое потребительская грамотность вы заходите в магазин и ведетесь на рекламу или я например я захожу в магазин и я точно знаю что на эту туфту я свои деньги что не потрачу потому что что туфта а как я это знаю по этикетке кто дойдет до верхних ступенчик пирамиды мы там по личику поработаем лобик сделаем гладеньким подымем височки наладим угол молодости боже я все это люблю ну конечно молодая осанка и движение без бой без боли так системная работа системная работа приводит к тому что у вас отваливается но поначалу 80 процентов жалоб только уберите лишний килограмм уйдет отечность тяжесть ногах сантиметры в талии значит будете другую одежду совсем покупать легкость придет стройность придет друзья это классно вспомните как вы себя чувствовали в 25 так значит что нам нужно для этого нужно просто принять решение вы написали пять пунктов может быть кто-то из вас 10 пунктов написал те которые я вас просила ответить на вопрос я думаю что в этих 10 пунктах все вся правда о вас и вашей заботе о себе просто примите решение инвестируйте небольшое количество своих денежек ресурсов в понимание как построить свою жизнь сохранив тело то есть эта система старости нет смотрите это не бывают такие системы которые обучают да вот дают информацию система старости нет это не просто про отдачу информации вы ее сразу выводите в актив то есть это такая не знаю можно сказать практика кто например привык ходить на йогу это же практика но вот это тоже практика сразу сразу в жизнь так значит смотрите первое первое к чему мы идем это нормальная талия меньше 80 сантиметров для мужчин меньше 94 но 96 94 сантиметра второе полный отвал всяческих жалоб на здоровье представьте себе что у вас ничего из хронических заболеваний ничего не осталось мы все изжили соответственно настроение так далее и я вас научу ежегодному чек-ап у чек-ап это смотрите я всем смотрю и вы у себя будете сами уметь проверять я обычно не читаю анализы людские системе старости нет но я обязательно попрошу вас посмотреть витамин d и ферритин и сразу убрать дефицит я обязательно попрошу посмотреть вам вашу липидограмму холестерин и на 4 ступени расскажу что с этим делать обязательно сразу посмотрим профиль по щитовидной железы и железе и если выявим что-то не так но опять таки есть же обратная связь будем решать и обязательно смотрим углеводный обмен на третьей ступени вы сами уже оцените свой углеводный обмен что было в начале и что стало на третьей ступени к третьей ступени вы выйдете из инсулино-резистентности если вы там были друзья это ежегодный чек-ап это то что не ваш доктор в этом должен разбираться почему я не читаю анализы ну как я могу прочитать ваши анализы если вы на системе вип я прочитаю передам вашему куратор почему я склонна не читать анализы в системе старсет я хочу вас научить потому что это ваш чек-ап и вы должны видеть допустим меня всегда в декабре чек-ап я в декабре сдаю анализы и сравниваю их с предыдущими и вижу красотка красотка я улучшаюсь и вы так можете делать я хочу вас этому научить так ну не буду повторяться друзья я действительно думаю что у нас ну то чтобы у вас большие перспективы просто при принявшие решение человек действительно спасать себе года жизни поэтому если хотите меняться если хотите повышать уровень здоровья чтобы вас до вас болячки цивилизации не до не допрыгивали просто давайте работать просто давайте работать чтобы жить без лекарств чтобы быть в отдельном весе чтобы иметь счастье от движения счастье от движения позже я танцую танго я начала танцевать танго два года назад я так боялась идти в группу друзья потому что я думала что я буду там самая возрастная когда я пришла оказалось что я самая молоденькая то есть танго это ну как бы для всех возрастов правда до этого я танцы танцую также сальса бачата и так далее мне очень нравится прям само ощущение в теле и это если вы себе возьмете двигательную какую-нибудь такую вот привычку двигательное хобби вы будете себе очень благодарны потому что тело стареет и движением в том числе а когда вы нарабатываете новые связи новые движения и вам позволяют это делать сустав у вас нет грации бегемотика потому что вы согнали лишние жиры со своей талии ну слушайте и я даже не знаю у меня нет слов это описать вот да действительно моя миссия помогать женщинам до лучшая версия себя потому что женщина перепашет всю семью она станет красоткой и она вынудить всю семью перейти на другой это культура культура поведения в собственном теле и это зависит не от мужчин это зависит от женщин очень многие девчонки кто сейчас не замужем выходят замуж ну или у них появляется личная жизнь потому что даже либидо другое друзья когда ты себе блин нравишься даже без одежды то конечно у тебя в глазах полная уверенность ну так бы большого секрета я живу в армии и тут у нас есть пешеходная зона я иногда включаю вай-фай как бы обычная замужем я давно замужем я всегда замужем я замужем 20 лет это вдруг я иду без юры по центральной улице и включаю вай-фай думаю ключу к а и обычно ну как бы либо просто это такой перестрелка глазами либо кто-то прям подходит и знакомиться это бывает когда когда ты прям прешься сама от себя нет можно и в метаболическом синдроме переться сама от себя это вообще круто давайте уберем метаболический синдром и оставим вот эту уверенность себе эти чертята в глазах когда захотела получила разговор за кофейком с новым человеком вам много не надо вам может быть просто флирт но я уже не буду говорить о том что конечно да допустим даже строить карьеру зарабатывать деньги это нужно достаточно большое количество сил когда есть какая-нибудь хронь она обрезает способность к росту в том числе финансовому ну тут такое дело вот поэтому кто хочет попробовать не попробовать это я надо удалить это слово кто хочет изменить свое здоровье то что попробовать ну попробуйте не надо пробовать вы просто берете присоединяйтесь и погнали вот а я вас поздравляю вы досидели до кулинарной книги молодцы ну что я могу сказать я надеюсь что я весело сегодня весело и глубоко подавала информацию это мой стиль и весело и при этом глубоко и так чтобы вы можете сейчас пойти позвонить своей подружке и что-нибудь даже и пересказать потому что вы это все поняли так вот кулинарная книга книга рецепт низкого блюд низкоуглеводного питания для умных хозяек тоже нужно переделать вкусно просто и точно худеешь плюс у меня еще один есть подарок для вас это консультация моего нутрициолога у меня есть нутрициологи ясное дело в основном это люди которые выросли из моих курсов которые похудели справились локачественные опухоли вышли из метаболического синдрома из инсулино-резистентности или уже дошли до сахарного диабета но теперь с помощью глюкометра хорошо очень сработали и у них снизился гликированный гемоглобин ну в общем у меня таких много так вот некоторые из них говорят я хочу как ты пахтина я хочу как ты я могу вообще примениться вот и я долго за ними слежу они мне помогают отвечать в чатах это мои кураторы вот я их корректирую по погоду по полтора года и в конечном итоге это те девочки которые прошли те же самые проблемы которые возможно сейчас у вас и они теперь тоже могут вам помогать просто друзья организм устроил очень просто ничего сложного вот вы тоже сможете быть но я не знаю как на тот момент когда вы закончите а ну-ка через девять месяцев систему старости нет да вот но я уверена что мы за это время вырастим и мне нужны будут нутрициологи которые смогут на простом языке поговорить с новой девочкой у которой талия 100 миленькая ну давай сделаем всего лишь 20 сантиметриков смотри это нулевая первая вторая и третья ступенечка и будет хорошо это это легко вот да друзья работаем ли мы так что результат держится навсегда а как вы думаете конечно если каждая привычка 21 день причем вы 21 день день наработали привычку уж ее не забываете потом вы ее тащите на следующую ступенью а потом на следующей ступеньке новая привычка и вы уже две тащите на третью ступенечку на 3 еще новые так далее вот вот поэтому что нельзя вылечить хроническое заболевание но изжить его можно нельзя чувством так все теперь я хожу с ровной осанкой у вас ничего не получится в 10 минут даже не поддержите ровную осанку а когда мы работаем смотрите мы кости проработали мы их накормили минерализацию восстановили мы мышцы проработали убрали гипертонус и мы каждый день занимаемся веселый короткий курс по по молодой осанке мне девочки говорят боже как я могла ходить в 3 погибели согнута это же просто даже неудобно и так далее друзья но вы читаете не буду вам все зачитывает результатов много очень много причем мне нравится когда девчонки фотографируются в одном и том же вот красивая же девочка вот это же девочка красивая красивая но она себе пишет из тетеньки в девочку за три месяца потому что это девочка это красивая женщина а это красивая девочка а мы все хотим девочками и вот у этой девочки все было хорошо не надо умирать что прийти в систему старости нет у нее все было прекрасно а вот в этой было плохо это оксана и она здесь на химиотерапии и 51 год разница между ними охотками два месяца после лечения рака набрала 10 килограмм вес на фото один вот это и это один и тот же вес друзья почему лена почему она же выглядит на два размера меньше потому что мы жиры сплавили а мышцы мы нарастили друзья по убиваю всех кто будет худеть за счет потери мышечной массы почему у меня первая ступень она касается белка это протекция защита вашей мышечной массы просто старости нет это потеря мышц саркопения а мы тут молодеи поэтому любая женщина которая худеет на голоде она стареет на голоде а не худеет на ну и стареет худеет на год вот это молоденькая девочка кому не подойдет система леночка если мне всего лишь 30 годиков конечно подойдет это я все хотела чтобы эта девочка была куратором потому что она преподаватель в институте киевском и она так взялась и я хотела чтобы она была куратором наташа пришла идеальная смотрите 57 килограмм вот и за год она сделала 60 килограмм так посмотрите какая она и попка и ребрышки видны и осаночка и плотная так и хочется потрогать но что она она забеременела 10 7 лет у нее не получалось забеременеть и вот у нее девочка родилась 3 700 долгожданный второй ребенок ждали сколько лет по он 7 лет вот ну классно все равно классно вот вот этой девочки сколько лет ей всего лишь 75 лет валентина вот кто говорит лена уже 60 может быть мне уже поздно в систему вашу старости нет вот она закончила 12 ступеней курса старости нет теперь курс по личику вот валентина 75 лет да поэтому кому подходит ну если надо сохранять здоровье на долгие годы вам подходит система если хотите выглядеть младше паспорта вам подходит если стройное тело плотное тело они медуза подобная упругая кожа красивые волосы ногти вам подходит если думаете о том как бы не стать абузой для детей друзья вот абуза может быть очень сильно напуганы люди у которых мамочки папочки ушли по поводу болезни альцгеймера очень сильно напуганы вот потому что там есть элемент передачи по наследству до этих генов друзья все вот я прям прочитала книгу не стареющий мозг прям про болезнь альцгеймера от человека который 50 лет занимается болезнью альцгеймер система старости нет делает больше чем этот человек описал книги не стареющий мозг больше я поняла что я понимаю проблему глубже в меня не вкладывали миллионы долларов это просто нормальная логика человека который закончил медицинский университет и учился хорошо я про себя кому не подходит кто хочет волшебную таблетку чтобы получилось уже вчера извините собой не поменяется ну вот хотя у меня была девочка которая 7 7 ступени ничего не делала у нее не было вообще никакого результата 7 ступени друзья я не знаю как так можно 7 ступени но на седьмой ступени она прошла по всему магазину как обычно купила продукты как обычно принесла их домой как обычно бросила на стол с фразой вот так вот бросила вы это жрете последний раз оказывается ее держала ситуация что ее мужчины трое мальчиков и один муж не будут есть ее новую еду мужчины пожали плечами говорит мама как скажешь и она потом стала готовить по-другому и тогда у нее пошли крутые результаты вот каждая женщина если каждая женщина ну давай давай твоя очередь если каждая женщина пройдет систему то в мире не останется больных семей семей друзья значит что такое система старости нет 9 месяцев системной работы даже не думайте вы когда закончите последнюю ступень двенадцатую вы скажете а что уже все и мне девочки некоторые лет лена можно меня перезапустить и заново пойду потому что это легко смотрите если вы выбираете пакет вип то там будет 6 персональных консультаций с куратором заканчиваете нулевую ступенечку созвон с куратором там допустим галя галя у меня вот такая-то ситуация у меня столько-то килограммчиков то-то то-то галя говорит ага а давай вот это вот а давай витамин d перепроверим а там у нас ттг был ну в общем вот это 6 персональных консультаций с куратором но ежедневная обратная связь и в чате и с куратором может быть куратор чаще с вами будет связываться если ну как бы требуется да потому что вначале чаще нужно потом вы понимаете у вас идет результат вам не до куратора вот когда я получу улучшение состояния до сразу друзья сразу знаете самый самый крутой результат на нулевой ступени минус 8 килограмм минус 8 килограмм мы еще не начали менять питание просто нулевая ступень что нужно делать просто отсмотреть 273 видео урока по здоровью но не сразу друзья утром просыпаетесь включайте одно видео вам по одному видео будет каждый не открываться но бывает пропустили там их ели ехали на самолет и вот и пропустили ну завтра два видео подряд посмотрите раз просмотрели и у вас день будет друг по-другому складываться я практик я не теоретик я делаю так что вы не можете не я говорю так что вы не можете не делать потому что вы думаете с точки зрения а печень сказала а почки ответили а митохондрии говорят что же ты нам не дал сегодня кислород зараза такая ну короче вот так вот думать вот а я сформулировала большое количество как лечебных так так и профилактических схем то что даже не вошло в систему старости нет ну например что же не вошло в систему старости нет например анемия вот вы посмотрите свой ферритин и увидите что он низкий это не вошло в систему старости нет потому что не у всех анемии но я сделала вам лечебно-профилактическую схему и сразу куратор или я или аккурат в чате или вип ваш куратор вам ее отдаст чтобы вы ни минутки не жили с низким ферритином техники омоложения и так далее все это есть системе старости нет когда старт вот вы оплатили сразу старт завтра уже первое видео 9 месяцев почему так долго потому что многим нужно сопровождение длительный промежуток времени но смотрите если у вас лишний вес 10 килограмм то вы за три месяца справитесь до оптимального веса а дальше просто как было закрепление материал как происходит это у вас будет приложение вашим мобильным вашим мобильным телефоном просто приложение каждый открываете одно новое видео доступ вы закончили курс все все девять месяцев закончили еще сохраняется выключаетесь выключайтесь да значит смотрите у нас два подхода у нас vip подход vip подход да кстати есть рассрочка это только 10 мест вот с тем человеком который называется куратор то есть вы идете как все по системе старости нет но к вам мы представляем человека который нутрициолог и он ваш куратор вы сдаете рано или поздно так или иначе все анализы и отдаете вашему куратор куратор отвечает на эти анализы прям звук звуком или созвоном объясняют вот смотри ферритин вот так у тебя витамин d вот так вот смотри здесь есть инсулино-резистентность наша цель получить инсулин не такой как у тебя 22 а довести его до семерочки тогда попустят с жором и так далее вот этот все либо куратор мне дает ваш анализ я делаю аудиозапись и он эту аудиозапись вам тоже отдает плюс сам консультирует так вы закончили нулевую ступень созвон с куратором 1 ступень созвон с куратором и так 6 созвоном с куратором чтение анализов контроль питания вы куратору можете отправлять дневники питания каждый день лекции у вас есть мои 273 да вот помощь создание индивидуального рецепта по совокупности вашим болит болячек потому что допустим у вас суставы полетели инсулина резистентность и анемия вот что делать если такой букет ваш куратор знает что делать так дальше можно идти без куратора только в чате но в чате постоянно тоже работают кураторы их три куратора в чате каждый день работает это галина это олечка это мария и это так 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 то у меня еще надежда они постоянно этот те кураторы которые и вип-сопровождение ведут у каждого из них два денечка и они тоже самое тоже сопровождение уже пальчиками печатают вам дают в чате поэтому если вы понимаете что ну вип как-то нет то просто идите обычным путем точно так же хорошо работает только без созвоном с куратором друзья все абсолютно то же самое те же самые 12 ступеней только мы вам не выделяем индивидуального куратора с которым вы вы созванивались групповая динамика это это вот тот самый чат тот самый чат смотрите я прошу куратора чтобы они отвечали абсолютно на каждое ваше обращение например человек задал вопрос а вот я отвечаю я елена бахтина а вот я отвечаю от хлорофилла вряд ли может быть тра-та-та а мне человек отвечает спасибо елена попытаюсь уменьшить дозу и так далее то есть любое ваше обращение в чат куратор видит и отвечает вам течение часа трех часов в зависимости от количества работы и это групповая динамика а также вы сюда сбрасываете свои восхищение сомнения у меня нет результата у меня есть результат вот это вот все потому что групповая динамика тогда не нужна сила воли и так что вам нужно сделать просто угощать меня чашечкой кофе каждое ваше утро я люблю кофе я пью кофе если вы не любите вы пьете воду с лимоном а мне кофе пожалуйста и в это время пока мы с вами пьем я кофе а вы свой напиток что я делаю я вам выдам все 273 урока по пять минуток вы можете уделить мне пять минут времени вашего утра но 520 ну бы ладно это когда вы взрослые станете на 20 12 ступени может быть там немножко побольше времени абсолютно каждый человек пять минут на меня выделит это несложно друзья а мозг перестраивается и вот они наши кураторы ну во первых есть прямые еще эфиры со мной вот я вот сейчас с вами в прямом эфире да вот а я вам вас по средам буду приглашать задавать мне вопросы в прямом эфире в инстаграме в ю тубе кто что любит я прям буду ртом отвечать на ваши вопросы плюс вот ваши звездные кураторы надежда сгонникова она пришла с целью не стареть и с целью развивать мышечную массу не очень хорошо получается наташа некий не кишина это девушка которая остановилась течение сахарного диабета у своего мужа потому что сначала раскормила потом показала ему это и остановила теперь муж занимается массажами другим людям помогает вот алина скрипник но алина скрипник и психолог и нутрициолог она очень такая нежная мягкая и у нее очень хорошие результаты ольга скоробогатова невероятно хорошо читает анализы и ориентируется в лечебно-профилактических схемах я прям не знаю я люблю всех друзья и вот от них если вы в вип выбираете это шесть личных консультаций так и так у нас тариф оптимальный 500 евро это чат плюс приложение где я с вами кофе пью или вы со мной а есть вип ну вип видите у нас всего лишь четыре куратора сейчас который вот я точно знаю что они прям вот молодцы я вас могу им доверить вот поэтому нас 10 мест 770 евро вот что такое вип еще раз говорю есть куратор вы с ним созваниваетесь вы прям на прямой связи с куратором любой вопрос тут же да вот при этом есть общий чат где много людей все задают вопросы чем интересен общий чат вы не додумались до этого вопроса а другая девочка задумалась додумалась задала вопрос и вот есть ответ окей вот и конечно моя информация почему старости нет этой инвестиции это мне вопрос я иногда задаю вопросы смотри а вот чем тебе заниматься если не здоровьем бухгалтерии вышивать вот чем вот ты можешь заниматься в течение дня чем угодно вот что может быть по рангу выше чем заниматься здоровьем сначала от занимайся здоровьем заплати себе то есть продумать чем семью накормишь иди сделай свои свою проходку выпей свою суточную норму воды дай себе все витамины все минералы пройди программу очищения если ты сейчас в ней а потом занимайся бухгалтерии рисуй акварелью что угодно потом делать ты же в себе живешь конечно инвестиции так да да кстати друзья все кто вот прямо сейчас на встрече я вас очень ценю я вижу что ушло всего лишь 10 человек от того что было в начале вот теперь классно что вы у меня здесь потому что я сейчас начну прям давать вам специальные условия смотрите кто хочет тариф оптимальный это волшебный чат плюс со мной пить кофе каждое утро да 400 евро не 500 классно а кто прям хочет с вип-куратором они 770 а на 100 долларов евро меньше 670 евро сейчас я вас научу как в себе уменьшить сумму окей так значит сейчас прямо друзья никуда выходить не надо прям сейчас в чате появятся две ссылки прямо сейчас в чате появятся две ссылки чтобы найти чат нужно вот там написано чат вот я его вижу когда вы увидите эти ссылки по ним можно спокойно нажимать вы не вывалитесь из зума нажимаете на одну ссылочку оставить заявку на систему старости нет ни к чему не обязывает просто пообщайтесь ну увидите как это делается и сделайте заявку да вот или если у вас есть дополнительные вопросы просто нажимаете на вторую ссылку ссылка на службу заботы может быть вы хотите проговорить слушайте ну у меня такой интересный клубок проблем вот ну в общем вы думаете что он такой уникальный а на самом деле мы все равно с этим работаем да но если вы хотите поговорить с живым человеком и службы заботы может быть хотите внести бронь потому что у нас для випов только 10 места или задать вопросы то воспользуйтесь второй ссылочка или оставляете заявку или поговорить с живым человеком и службы заботы как оплатить говорить вам или не надо смотрите если вы нажали на оставить заявку то там скорее всего будет такие кнопочки на сайте выбираете тариф и нажимаете беру вот ли а либо один тариф оптимальный либо вип пиши нажимаете беру и и все как оплатить смотрите обычная форма допустим открылась форма для казахстана вы выбираете свою страну если это не казахстан обязательно выберите свою страну и с плюсиком вводите свой номер телефона если украина будет плюс 38 и тратат отдачи свой номер телефона имя введите и введите почту потому что перепроверьте ее два раза потому что доступ придет на почту мы конечно вас потом найдем если вы сделать ошибку в почте но не делайте нам нервы потому что много заездок и в общем мы стараемся так чтобы все было быстро и смотрите введен введите купон при наличии а у нас есть купон кто хочет не 770 евро а 670 просто введите в графе купон 100100 кто хочет не 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 500 евро а 400 то же самое введите 100 и вы увидите что здесь сумма поменялась окей потом нажимаете на кнопочку далее и вуаля как оплатить да как хотите у нас для каждой страны большое количество даже криптовалюта есть выбираете свою страну и у вас вываливается чтобы тут такое если что-то не получается несмотря на большое количество возможностей для оплаты но значит служба заботы у вас есть вторая ссылочка на службу заботы сделайте если рассорочка есть есть более того для украины есть банк банковская рассрочка когда вы в банке оформляете эту рассрочку без переплат просто это дробление суммы на несколько частей вот и внутренняя рассрочка прям в нашем курсе есть внутренняя рассрочка вы говорите я хочу платить вот такими-то суммами на максимально длительный промежуток времени это все со службой заботы абсолютно решается я хочу чтобы система старости нет было доступно для всех поэтому вот как хотите лишь бы вы занимались а вот вопрос лена вдруг у меня не будут результат так вы уже ходите вы уже поменяли питание вы уже распаялись вы уже ощелачиваетесь вы уже разобрались с углеводами так как с ними не разобрался ваш доктор вы уже прошли программу очищения организма за девять месяцев не будет результатов друзья я вам выдаю больше чем я выучила за все время работы в медицине и учебы в медицинском университете и это не та информация которую меня учили в медицинском университете это практика почему оксана есть результата вы думаете что у вас не будет у вас какой-то особенный организм мы все особенны но извините не в плане похудения вдруг я не смогу что не смогу давайте разберемся ежедневно открывать одно мое видео на пять минут это могут все если вдруг вы что-то не можете вы пишите в чат жалуйтесь я не могу что вы не можете что вы не можете пишите или у меня нет результата если такое появляется в чате да с вами и куратор свяжется и мы быстренько возьмем у вас дневничок питания и анализы еще раз перепосмотрим и просмотрим друзья у нас не бывает нет результата бывает что человек не хочет работать и не хочет жаловаться даже в чат или вы можете пожалуйста лена я тут целые два дня в системе старость нет у меня еще нет результата и я не хочу ходить ну я найду слова друзья все даже вот просто те люди которые уже в чате и они уже эту ломку проходили вашу которую вы сейчас проходите даже другие студенты они вам помо они вас забросают вариантами своими и опытом друзья если у вас еда единственное развлечение вот таким людям действительно сложно зачем я сделала себе двигательное хобби зачем я окружаю себя работой друзьями и так далее чтобы не была такая ситуация что еда это единственное развлечение которое тебе не откажет которая всегда на месте только открою холодильник так далее мы коллектив у нас ценности друзья мы то то место которое отвлечет вас от вашего единственного пока развлечения если я вас сейчас конечно попал просто есть такие люди прям ну есть вот какое-то такое одиночество друзья и я должна сказать что у вас не получится ничего не делать вот если ничего не делать то женщина стареет смотрите только эстрогены снизились наступил климактерический период потом начинается атрофия влагалищной стенки атрофия кожи которая ни кожи ни рожи никак не выглядит кожа волосы ногти да и волосы и ногти плохо выглядят потом может быть недержание мочи потом развивается остеопороз с плохой осанкой шаркающей походкой и когда уже смотрят на человека понимают ему 75 до атеросклероз высоким давлением инсультом инфаркта но это не все это просто вот симптомы эстрогена дефицита к примеру я тоже самое могу расписать по инсулинной резистентности и так далее вот это ждет то есть если вы думаете я не пойду в систему старости нет ничего я сейчас хорошо себя чувствую через десять лет тоже буду хорошо себя чувствовать нет не будете все равно придется работать поэтому я ваш знак свыше если кому-то нужен знак так вот я чтобы не не было такого нелегкая это работа из болота тащить бегемота я знаю что нелегкая но у нас получается вот это татьяна да но я просто подумала может быть вам нужно чтобы кто-то с вами поговорил из тех девчонок которые прошли все вот эти вот ступени и так далее может быть это будет для вас ценно то что понятно я этим занимаюсь уже много-много лет и я пою складно а вот я хочу вас познакомить с моей студенткой это татьяна она живет в германии но сейчас расскажет о себе вот если она конечно здесь на месте а вот и расскажет как ей это было что для нее стала вот система старости нет как ей было сложно на татьяна вот это вот что было самое сложное что было самое легкое какие результаты вот можно ли вот это тебя услышать танечка есть да да я ей слышно меня почему моноты друзья потому что я таню уже видела щупала ее целых три два два раза да то есть мы его даже еще и встретились все закрываю рот меня зовут татьяна мне 57 лет и как видно на одной фотографии вот это в прошлом году в июле месяце я весила 88 килограмм дошла я до такого состояния ну шла долго многие годы издевалась над своим организмом просто я первого ребенка когда я родила первого ребенка я очень сильно поправилась мне было тогда 22 года и я дошла до 96 килограмм решила худеть как худеть я не знала я значит закрыла рот села на голод и в общей сложности я голодала 40 дней не но не сразу 40 а с интервалом там несколько месяцев то бишь один раз по моему там 25 и в общем в общей сложности я похудела на 40 килограмм у меня это удалось я как бы получила результат и потом на протяжении всей своей жизни это был для меня такой конек нужно похудеть закрыла рот и у дела до у дела до поры до времени значит вообще-то вот сейчас могу сказать что таких издевательств организм конечно никогда не прощает это когда мне исполнилось ну вес я жила всю жизнь впроголодь скажем так вот колебался вес мир ну плюс минус 7 все 5 7 килограмм я могла вот так набираю 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 так закрыла рот похудела нажила себе проблемы со щитовидной железой вынуждена была перестать кушать мясо потому что мне было очень тяжело кушать мясо потому что желудочно-кишечный трах разумеется перестал функционировать как следует и еще после 52 лет добавился еще добавилась еще и менопауза и тут ну вот видно на фотографии год назад в 2020 году я случайно наткнулась в ютубе на видео на вебинары прямые эфиры елены о том что несмотря ни на что с любыми проблемами по здоровью в том числе и с марине можно помолодеть построенеть выглядеть лучше чем в 25 лучшей версии быть лучшей версии себя и у меня как бы первое что я прочитала это была книга старости нет леночкина книга старости нет и когда я ее прочла я поняла что это настолько гениально настолько просто настолько все доходчиво и понятно по ступеням ты вот поднимаешься по лестнице и чувствуешь прям поддержку человека профессионала который знает все как функционирует как 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 идти если что-то не получается в чем может быть проблема и я решила вступить в семью старости нет и октября месяца прошлого года я нахожусь в системе старости нет на тот момент когда я зашла в систему у меня был был объем талии сто шестнадцать сантиметров я еще не пришла к своему весу который я бы хотела я еще в процессе но на сегодняшний день у меня объем талии 90 еще пока не 80 и меньше ну сто шестнадцать было на самом деле было тяжело физическая нагрузка это вообще мое было это было вообще не мое я с самого начала просто ходила я уже вся обливалась потом просто быстрая ходьба 10 тысяч шагов это было конечно очень тяжело для меня и получилось так что в отпуске я начала свои первые пробежки подвернула ногу прямо на пробежке и долгое время восстанавливалась не могла бегать и даже низкоуглеводное питание без физической нагрузки не функционирует все испытала на себе поэтому я твердо уверена что физическая нагрузка это просто необходимо на сегодняшний день я бегаю два круга в лесу вокруг озера и это семь с половиной километров хотя бег я я чуть-чуть пробегу меня уже там в боку колит я вся задыхаюсь ну в общем все можно выработать в себе путем естественно самодисциплины и слушать леночкины уроки на самом деле она достает и до такой степени все доходчиво просто что ты просто просто ты залазишь в кроссовки быстро впрыгиваешь раз в кроссовки и бежишь как поменялось питание низкоуглеводно низкоуглеводное питание на самом деле первые сразу первые результаты я получила на нулевой ступени когда начала просто пить достаточное количество воды соответственно моему весу и физическая нагрузка ходьба сначала ходьба была потому что сразу сразу я не побежала низкоуглеводное это вкусно или не вкусно питание что-что питание низкоуглеводное вкусно или нет очень очень я должна сказать что за это время я ну в общем до в 2020 году когда я зашла в систему старости нет я не ела мясо и я была тверд твердо убеждена что мясо это мусор которым засоряется кишечник я всегда так говорила но узнав как вообще все функционирует от елены в организме что все биопроцессы проходят происходит происходит на основании белка если я просто все годы уничтожала вот сама своими руками и я началась на сегодняшний день кушать мясо успешно много белковой пищи все очень вкусно нет никаких ночных жоров когда ты кушаешь по-настоящему свою норму белка когда ты съедаешь в общем с помощью системы я как бы я считаю что я навсегда приобрела инструкцию по эксплуатации своего собственного тела и все и собственно говоря всей моей семьи у меня трое детей муж они все сейчас питаются низко углеводна и и счастливы честно говоря просто счастливы старшая дочь вышла из инсулино резистентности похудела на 21 килограмм младшая дочь имела тоже проблемы со щитовидной железой ну и 24 года у нее немножко было лишнего веса веса из-за гипотириоза она похудела на 12 килограмм на сегодняшний день ты ты насколько пока похудела я похудела на 16 пока но это еще не конец я иду дальше сейчас у меня 72 а вот на фотографии которая вот слева 88 скажи пожалуйста давление было прыгать прыгающим или нет у меня было пониженное давление у меня было пониженное давление сейчас нормализовалась как как ребеночек как baby 120 на 80 ну это капиллярные сети потому что стала развивать капиллярные сети скажи пожалуйста а по анализам может быть там что-то было вот ты не знала определила теперь наладилось или как была анемия была анемия исправили все мы путем витамин d от nsp ну в общем я приливы были дикий ямс и все такое гормональный женский фон я исправила ну в общем куча знакомых у меня которым я тоже изучая систему порекомендовала тот или иной продукт и ту или иную ситуацию как выйти в общем мы все очень очень счастливы прекрасно но чем из семьи из семьи мы убрали еще не сто лишних килограмм чтобы что-то в этом роде если всех участников процесса взять плюсов подруг да хорошо спасибо большое за обратную связь а вот потому что ну видимо видимо каждая женщина у которой там есть дети рано или поздно попадает в эту ситуацию да потому что детей мы стараемся вроде бы кормить как раньше а сами уже не имеем права это делать а у тани ситуация что и детей она не имела права кормить так в таком объеме но сейчас хорошо что все поменяли супер спасибо тане вот я очень рада что я еще могу встречаться с студентами а вот и мы становимся прекрасными и замечательными друзьями да спасибо большое танюша за отзывчивость что согласилась рассказать просто о себе так хорошо друзья но я не знаю стоит ли мне еще что-нибудь вам говорить я я думаю что таня тоже присоединиться к моему призыву не нечего откладывать работайте прямо уже сейчас потому что время и идет время идет а патология углубляется до точки невозврата точка невозврата например сахарный диабет второго типа нет мы с ним можно жить но мы просто уже немножко по другим принципам и так у нас с вами есть вид подход но есть вот любит подход это который с куратором еще раз проговорю друзья это те же самые мои пятиминутные лекции которые каждый день вы смотрите это тот же самый чат поддержки но еще есть лично к вам представленный куратор который вам почитает анализы которые вас вам прозвонит когда вы закончите нулевую первую вторую третью четвертую и пятую ступени это шесть личных консультаций а вот а и а все остальное как в предыдущем подходе который называется подход оптимальный вот сделайте или то или другое если понимаете что вам нужно больше участие живого человека то тогда берите конечно с к вип-подход с куратором если понимаете что вы спокойно справитесь как тани вот в общем чате где девчонки пишут каждый день да тань можно задам вопрос вот этот чат где девчонки пишут каждый день и где кураторы вечно отвечает он помогал поддерживал и раздражал ну на самом деле по разному было вот когда у меня не было результатов вот например когда вот я подвернула ногу и я не могла физически плавить свои жирики была только на низкоуглеводном питании результат был но не такой как у девчонок которые писали там вот у меня за месяц три-четыре килограмма и думаю ну на самом деле агрессии конечно никакой нет все по-доброму но хотелось мне тоже я пишу а я хочу и в общем ну на самом деле мы там все семья большая одна семья есть девочки которые пишут о своих результатах мы там ставим сердечки там ура ура радуемся вместе со всеми помогает на самом деле на самом деле там динамика групповая динамика это как какой-то общий такое энергетический сосуд который может дать кусочек энергии каждому каждому кто там находится в этом чате люблю тебя друзья я вам говорила о большой семье говорила так результаты системы вы точно себя не узнаете через два месяца ну вот видите какие натане результат я обожаю такие результаты когда в одном и том же платье которое сидит по-разному да вот одно и то же платье казалось бы а сидит блин по-разному вот а надо точно избавляться от проблем по здоровью вы не как бы недостойны не надо чтобы у вас были хронические болячки ну вы можете жить без них да вот личная жизнь так кто у нас еще не замуж не замужем я вот думаю может быть еще агентство по выдаче вот друзья и посмотрите на тайну она прям действительно кайфушечки ловит много сил много энергии я и действительно чупала трогала знаю и чувствую как мне рядом с ней поэтому становитесь действительно таким магнитом сделал сам передай другому так можно можно да вот хорошо это лучшее вложение в себя изменяйте свою жизнь это возможность есть два пути но вы можете одна попробовать все сама 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 самостоятельно с ошибками без ошибок многие женщины стране и работает самостоятельно тоже хорошо но с нами просто весело интересно продуктивно продуманно вот ну расслабьтесь я уже все сделала за вас вам остается только пройти по системе вот можно ли пару получить рассрочку друзья можно получить рассрочку как внутри банковую так и в рамках нашей программе я хочу чтобы это программа была доступна абсолютно для каждого просто имейте ввиду второй вопрос почему так дорого это недорого это недорого если бы вы не заплатили если бы наталья не заплатил она бы не стала делать а так она заплатила она понимает что она вложила и вы будете открывать каждое утро мое видео потому что вы заплатили деньги это раз во вторых у меня есть кураторы которые с вами работают у меня есть кураторы которые каждую минуту отвечают в чате вот один куратор понедельник вторник дежурит второй среда четверг а потом пятница, суббота. В воскресенье у нас, ну, всё равно вы пишете, и понедельниковый куратор тоже вам отвечает. Но у нас в воскресенье вы можете прийти ко мне на YouTube-канал и выслушать что-то такое новое, чего нет в системе. Вот, и так далее. Так вот, ещё средовые мероприятия, когда я выхожу отвечать на ваши вопросы. То есть мы с вами работаем может быть даже чаще, чем вы бы этого хотели. Это недорого. Просто смотрите, моя консультация стоит 200 евро. Это один час моей работы. А вы можете писать неограниченное количество вопросов. У вас 6 связей с куратором. Ладно, мои кураторы, допустим, 100 евро у них консультация стоит. Недопустимо точно. Так 6 консультаций. Это уже 600 евро. Это не только кураторская работа. Сейчас денег нет, что мне делать? Но я должна сказать, что у вас денег нет на это. Просто когда возникает инсульт, инфаркт или злокачественная опухоль, деньги находятся. Я не хочу так говорить, но иногда нужно как бы окунуть, чтобы вы поняли. В какое время будут проводиться эфиры? Эфиры, поддерживающие по средам 18.00 по Киеву. Поддерживающие эфиры. Это там, где я отвечаю на вопросы. Обучающие эфиры. Это воскресенье 12.00 по Киеву. Это там я выкладываю информацию, которую нет в системе Старости Нет. В системе Старости Нет у вас эшелонированная информация, которая вас ведёт в результат. Но если вас как-то успокаивает и вдохновляет мой голос и то, что я говорю, мои выкладки, то вот ещё дополнительные эфиры. Где и как будет проходить система Старости Нет? Она у вас в вашем мобильном телефоне в приложении. Всегда с вами. Сели, просмотрели. Вам 24 часа, чтобы просмотреть 5-минутное видео. Ну и вопросы. Давайте вопросики. Кто досмотрел до конца, вот он вам подарок. Да, это ссылка на кулинарную книгу. Рецепты для умных хозяек. Причём тут ленивые. Это умные хозяки. Да, блюда низкоуглеводного питания легче готовить, друзья. Они лёгкие, простые, вкуснючие. Они вас кормят, накармливают. Вы перестаёте пользоваться перекусами. И вы кушаете и худеете. Да, я точно знаю, что лишний вес — это недокорм, в первую очередь, по белку. Вот Таня просто вот, она прямо об этом говорит. Я уверена, что кожа по-другому выглядит. И связки более влагонасыщенные. Я могу об этом говорить часами, друзья. И, пожалуйста, возьмите у меня консультацию моего нутрициолога. Много не дам, но 15 минут консультации нутрициолога я вам дам. Вот. Сейчас пришлют модераторы прям в чат. Скачивайте книгу, записывайтесь на консультацию моего нутрициолога. Прямо сейчас. Давайте-ка. Сейчас. А ну в чате. Давайте проверю чат. Открываю. Да, купить систему старости не только для участика мастер-класса. Промо-код вижу. Так, последнее сообщение. Давайте-ка. Последнее сообщение. Написать менеджеру. Что, Верочка? Сейчас 30 секунд, и на консультацию будет ссылка. Да, 30 секунд, и на консультацию будет ссылка. Окей. Это всё? У-ля-ля? Или нет? Или ещё есть? Да. Давайте поотвечаю на вопросы. Как вы думаете, поотвечать на вопросы? Смотрите. Вы мне задаёте вопрос примерно такой. Лена, у меня вот такая-то фигня по здоровью. А я вам как отвечаю на вопрос? Говорю, так. Как мы решаем эту проблему на любой ступени? А на первой? А на вторую? А на двенадцатой? Окей? Поиграем в такую игру? Давайте. Леночка, вот первые вопросы можешь рассказать про больные суставы и физическую нагрузку. Несколько вопросов было. Да. Лена, как же я буду заниматься физической нагрузкой, если у меня болят суставы? Друзья, я тот человек, который ломала позвоночник. Я ломала компрессионный перелом позвоночника. Я не знала, буду ли я ходить вообще или ходить буду с болью и так далее. Почему я вам это говорю? Я точно знаю, что если вы хотите, вы найдёте возможность. Я не могла ходить, потому что сила тяжести была сильнее меня. То есть я встала первый раз после 40 дней лежания, и меня силой придавило опять на пол. Я рухнула на пол. Я тогда стала идти на четвереньках. Потом пошла в воду. То есть я нашла бассейн. В моём городе, где было очень мало бассейнов, я нашла бассейн и записалась на группу, группу акваэробики. Я была на этой группе каждый день, пока восстановила свои мышцы. И когда я уже могла спокойно стоять, а меня не тянуло вниз эта сила тяжести, тогда я уже пошла и на фитнес, и куда угодно. Поэтому, друзья, без физической нагрузки вы не будете красивым человеком. Без физической нагрузки вы потеряете кости. Без физической нагрузки вы потеряете мышцы. Без физической нагрузки даже правильное низкоуглеводное питание будет где-нибудь откладываться в виде жиров. Потому что нет той мышечной ткани, которая бы сожрала вашу глюкозу и ваши аминокислоты. Поймите меня. Поэтому вы можете отпираться, вы можете говорить, да мне же 92 года, куда же мне физическая нагрузка. Но даже после операции на сердце человек может ходить. Если у вас заменены все суставы, вы тоже можете ходить. Если у вас патология суставов, там остеоартроз четвертой стадии, и вы не можете ходить в связи с тем, что ну очень больно. Значит у вас есть куратор, который скажет, а вот вам доска Ивминова. Найдите в своем городе профилактор Ивминова, занимайтесь на профилакторе Ивминова. Или центр Бубновского, или, 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 или даже просто для пояса верхних конечностей у меня была женщина 120 килограмм. Вот с разрушенными тазобедренными суставами. Мы договорились, что она дает нагрузку на пояс верхних конечностей. В любом случае надо стартовать и надо заставлять работать мышечную массу. Смотрите, я вешу 60 килограмм грубо. И во мне из этих 60 килограмм 40 килограмм это мышечная масса. И любая физическая нагрузка, даже просто обычная ходьба, у вас примерно так же, друзья, заставляет работать всю мышечную массу. И она сожрет вашу еду. Потому что если она, мышечная масса, не сожрет вашу еду, то ваша еда отложится у вас на боках. А мы против этого. Резко против. Ссылка появилась, друзья. Ссылка появилась. Поэтому по физической нагрузке я вас не буду мучить. Но каждый день все равно немножечко больше, чем вчера, нужно делать. И смотрите, у нас будет с вами тумблер. Первый тумблер называется углевод. Мы будем уменьшать количество углеводов для того, чтобы получить результат. Какой результат? Клетка говорит, Лена, ты всегда давала много глюкозы, сейчас даёшь мало глюкозы, у меня нет энергии. Я говорю, слушай, пожалуйста, возьми жиры, у меня же их полно. А, ну ладно. И она берёт жиры. Но так, как Таня говорит, бывает не всегда. Без физической нагрузки хрен иногда бывает. Вот у меня получилось классно за две недели объём и вес 25-летия. Потому что у меня всего лишь 4 килограмма было лишних. А у Тани было много килограмм лишних. Поэтому она вела второй тумблер, который называется физическая нагрузка. У меня она называется в удовольствии. А Таня продолжает её тихо ненавидеть, эту физическую нагрузку. Но она уже благодарна физической нагрузке. Потому что, когда этот тумблер включаешь, что происходит? Мышечная масса начинает сжирать вашу еду. Всё, только так можно выйти из инсулинорезистентности, друзья. Открыться навстречу еде, чтобы мышцы говорят, давай, заваливай к нам, давай, глюкоза, аминокислоты, давай, что угодно. Мы жрать хотим, вот оно. Угу, ещё вопрос. Давайте смело, Людмила, давайте, давайте. Только кратенько. Представляете, у меня по средам ответы на вопрос. Вы мне задаёте вопрос в ютубе или в инстаграме, а я на него отвечаю. По средам. Ну, Людмила, давайте. Или кто? Что, я не дам, Людмиле, право говорить, пожалуйста, микрофон? Угу. Открыл, Людмила не говорит. Можно следующего? Давайте, следующий вопрос. Ну, может быть, там есть... Давайте я в чат буду смотреть. Может быть, вы в чате пишите мне вопросики. В чате много, да. Давайте. Да, смотрите, пока вы молчите, я буду говорить. Бывают такие узкие проблемы, узкие проблемы, например, та же самая анемия, да. Вот. Но это проблема, которая мешает вообще повысить уровень здоровья. Мы это видим, потому что есть анализы, которые я вас прошу сдать, вот прям изначально прошу вас сдать. Вы получаете первое... Перед первым днём вы получаете такую памятку, где в том числе описаны все вот эти вот анализы, которые нужно сдать. Поэтому, если вы в анемии, я вас не отправлю быстро ходить. Потому что я увижу, что вы... И вы увидите, что вы в анемии, у вас в миске, допустим, ферритин. И мы сначала это дело восстановим, и потом вы безопасно займёте физической нагрузкой. Или там по витамину D дефицит, тоже нужно быстро убирать. Иначе будет сложно похудеть. Хорошо худеется на витамине D, ну не знаю, 60-70. А когда витамин D низкий, ну плохо худеется. Ферритин 4 нет сил до физической нагрузки. При ферритине 4 вообще вы не можете заниматься физической нагрузкой. Сначала нужно догнать ферритин до 30 примерно, а потом уже заниматься физической нагрузкой. Не могу скачать кулинарный журнал. Там есть ссылочка, надо прямо постараться. Давайте ещё вопросики. Можете писать, я их увижу в ваши вопросики. Вы пишите, у меня такая-то патология. Как мне поможет система старости нет её преодолеть? Потому что вы видите, мы закрыли, видимо, возможность. Можете говорить про низкоуглеводное питание. Насколько низкое, потому что без каш прям голодное? Вы без каш голодное, потому что вы себе раскачали углеводные качели. Смотрите, я не хочу у вас отобрать прям все углеводы. Но вот этот тумблер, о котором я говорю, это прям как тумблер. Представляете себе тумблер? Мы докручиваем, допустим, мы изначально понимаем, что в вашем питании 200 грамм углеводов. И поэтому жир на боках. Окей, хорошо, делаем 100 грамм углевода. Идёт ли результат? А результат мы отслеживаем раз в неделю. Зачем вам куратор? Зачем вам куратор в чате? Зачем вам вип-куратор? Неделя прошла, вы промерили все свои объёмы. Вы промерили, сколько вы весите. Отдали куратору или отдали в чат, там где тоже кураторы сидят. И куратор говорит, талия минус 3 сантиметра, молодец, бёдра сопротивляются, вес, ну а вес, допустим, стоит на месте. А объёмы-то пошли, молодец, ты запустила липолис, подожди, скоро и брякнется вниз общий вес. Почему вес на месте, а объёмы отреагировали? Потому что с одной стороны запустила липолис, поплавила жиры, а с другой стороны, что сделала? Подкачала мышцы, запустила физическую нагрузку, поэтому вес стоит. То есть смотрите, как мы с вами стройнеем, мы с вами не худеем от слова «худа», а мы с вами стройнеем от слова «строить мышечную массу». Так вот, насколько низкоуглеводное питание? Возможно, вам нужно будет сделать только три волшебных вычёркивания, чтобы получить результаты в первую неделю, во вторую, в третью и дойти до своего оптимального веса. Возможно, некоторым достаточно поменять только завтрак, ввести его или поменять его характер, структуру. А кому-то этого мало, тогда мы на третьей ступени с вами будем разбираться. Сколько углеводов в твоём питании? Давай сделаем 60 и меньше. А теперь будем обращать внимание на качество этих углеводов. Это гликемический индекс. Это гликемический индекс. А ну-ка, гликемический индекс ниже 40. Лена, я запринчала костями. Хорошо, значит достаточно, больше не будем худеть. Расширяем гликемический индекс до 50-60. Да, хорошо, перестала терять вес. Молодец. То есть, понимаете, ну как бы мы разные, но мы работаем по одной и той же физиологии. Поэтому вот для этого мне нужен чат, для этого мне нужно вас видеть в этом чате и с вами взаимодействовать. Вот. А потом, если у вас уже, допустим, уже совсем всё плохо с углеводным обменом, это сахарный диабет второго типа, то что мы можем сделать? А я вас научу гликемическую нагрузку считать. То есть, у нас есть три уровня понимания углеводов. Не только общее количество в течение дня, но и гликемическая нагрузка и гликемический индекс. Вот это всё вы будете знать, друзья. Это надо знать. Это техника безопасности жизни. Задают вопрос по поводу водички. Я вас буду учить воде всю вторую ступень. Я так вас буду учить воде, что вы не сможете не пить воду. С точки зрения мозга, с точки зрения мышц, с точки зрения потери веса, с точки зрения снижения артериального давления, с точки зрения настроения, с точки зрения вашей тревожности, вы будете пить воду, как милые. Вы ещё будете делать разного цвета воду. Так, чтобы до 12 красненькую выпить, вот, это полезные, потом зелёненькую выпить. Саня смеётся, она всё это знает, да? Вот, и будете пить глотками, так, чтобы не выписывать, а чтобы эта вода становилась внутриклеточной и ещё полезной, со щелачиванием и со всеми пребамбасами. Будете пить, как миленький, 30 мл на каждый килограмм вес. У меня инсулин 28, пишет девочка. Девочка миленькая, я уже не вижу, как вас зовут. Я вас очень прошу, ради себя, придите в систему старости нет. У вас, ну, через 2-3 ступени инсулин станет 12, потом замедлится его падение, и он станет где-то 6-7, а на 6-7 вы будете равнодушны к еде, точка, вообще. Мимо вас будут проносить конфеты, шоколады, не тормозись, не керсни, а вы будете смотреть на этих дивных людей и спрашивать, а это действительно продукт питания, это можно брать в рот? Друзья, ну я не шучу совсем. Таня, я шучу? Вот просто скажи. Ну как? Леночка, через 4 минуты у тебя консультация. Давай последний вопрос. Мне 55, менопауза, гипотириоз 5-7 лишних килограмм, талия до расклада 80, появились папилломы и красные точки. Последний вопрос и всё. Да, это инсулино-резистентность, папилломы, красные точки. Извини, я была ошарашена информацией по своей консультации, поэтому повтори начало вес-рост. 55 лет 5-7 лишних килограмм, роста не было. Просто не было. Смотрите, друзья, многим из нас нужно прям много набрать лишнего веса. Вот Таня, сколько там, 20 килограмм лишнего веса и как бы ничего, всё равно нет инсулино-резистентности. А некоторым надо раздуться в талии, вот это вот про меня, добрать всего лишь чуть-чуть лишних килограмм. И я точно знала, что моя инсулино-резистентность где-то на расстоянии 5-7-8 лишних килограмм. И всё. Это люди со слабым углеводным обменом. Вот, вы уже демонстрируете признаки инсулино-резистентности. Это папилломы, это растрескавшиеся пятки, это лёгкое появление, пигментация на коже, это грязная кожа в подмышечных сгибах, в паховой области, когда вы не можете расслабиться в постели, потому что, видите ли, в паховой области тёмная кожа, будто бы грязная, она не грязная, да. Вот это вот всё действие инсулина. И это вы продвигаетесь к инсулино-резистентности. Это я вам просто рассказала моменты, которые неприятны в эстетическом плане, а ещё сколько моментов, которые обрезают длину вашей жизни, друзья. Прямо обрезает. Не позвольте этому. Живите столько, сколько вам написано в ваших генах, а там написано 120 лет. Так, консультация нутрициолога. Прямо сейчас ссылка на консультацию нутрициолога уже есть. Верочка вот сбросила. Пожалуйста, я понимаю, я всем не отвечу. Поговорите с живым человеком, с этим нутрициологом. Она вам скажет механизм, как решается ваш вопрос через систему старости. И будьте уверены в том, что возраст идёт вперёд, но вы, будучи умным человеком, можете спокойно снижать свой биологический возраст. Пожалуйста, делайте это. Это всего лишь культура питания, культура движения, культура отношения к себе и любовь к себе. Всё, больше ничего, друзья. Люблю всех, жду вас в чате поддержки. Спасибо организаторам. И Танечка, спасибо тебе большое. Люблю тебя нежно. Спасибо. Всех обняли. Всех ждём в футболке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok